Ну что ж, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я рад приветствовать всех тех, кто смог сегодня присоединиться к нам в дистанционном режиме. Меня зовут Александр Михайленко, я финансовый аналитик официального партнера компании Alpari в городе Киеве. И сегодня мы с вами начинаем наш ежемесячный цикл обучения, цикл семинаров, который называется трейдинг «Успешный старт с Александром Михайленко». Я вижу, что вы меня слышите и видите, отлично. В таком случае сразу же отмечу, что если у вас, дамы и господа, будут возникать какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их в чате. Я чат периодически буду просматривать и на все ваши вопросы постараюсь максимально подробно отвечать. Если вы на нашем сегодняшнем обучении находитесь впервые, то немножко расскажу о себе, представлюсь еще раз. Меня зовут Александр Михайленко. Я в настоящий момент являюсь финансовым аналитиком компании Alpari и нахожусь в городе Киеве, работаю в городе Киеве. Кроме этого, я с 2008 года занимаюсь финансовыми рынками, я с 2008 года изучаю финансовые рынки, торгую на финансовых рынках, инвестирую на финансовых рынках. И что, пожалуй, самое важное, по моему мнению, в контексте нашего сегодняшнего диалога и последующих наших диалогов, это то, что я все это время общаюсь с трейдерами, с успешными трейдерами, с не очень успешными трейдерами, готовлю PAM управляющих и занимаюсь программированием механических торговых систем. То есть вот тот цикл семинаров, на котором вы присутствуете, на первом занятии, в котором вы присутствуете, является моей попыткой собрать весь полученный опыт, все полученные знания воедино в десяти занятиях. Я надеюсь, что вы узнаете очень много интересного, поскольку семинары строятся таким образом, я формировал план таким образом, чтобы максимально исключить то, что вы можете без проблем найти в каких-либо, ну, условно, бесплатных источниках, то, что тысячи раз повторяется в интернете и так далее. То есть та информация, которую вы будете получать на наших последующих семинарах, является опытом, является набором неких практик, набором неких принципов торговли, управления капиталом и рисками, которые действительно применяются в торговле, которые применяются нашими клиентами, которые применяются теми, кто успешно торгует на финансовых рынках. Кроме этого, мы уделим особое внимание тем ошибкам, которые допускают те трейдеры, у которых не получается торговать на финансовых рынках, поскольку ошибки, которые объединяют всех этих трейдеров, как ни странно, они практически одинаковые и их не так много. Их буквально 3-4, может быть, 5 общих, объединяющих всех ошибок. Кроме этого, отмечу, что я во ближайшее время запускаю цикл семинаров, посвященных алгоритмической торговле, посвященных программированию торговых роботов, использованию торговых роботов в трейдинге. Поэтому, если будет желание, пожалуйста, также присоединяйтесь. Я, со своей стороны, постараюсь дать максимум информации, максимально полезной информации, направленной, ну, может быть, не столько исключительно на достижение результата, связанного с изучением конкретно MQL4, программирования торговых роботов, сколько направленных на изучение вообще того, что такое робот, нужен вам робот или нет, если вы уже торгуете на рынке достаточно давно и так далее. То есть вот об этом мы поговорим на отдельном цикле семинаров, который стартует в середине мая месяца. Вижу вопрос к Виталию, почему 10 занятий, в расписании указано только 5. Отличный вопрос, Виталий. Первое. Вообще цикл занятий состоит из 10 семинаров. То есть весь курс обучения состоит из 10 семинаров, из 10 занятий. Первые 5 занятий абсолютно бесплатные. То есть это те 5 занятий, на которых вы присутствуете в настоящий момент. Я сейчас покажу план этих занятий. После этого начинаются еще 5 занятий, которые вы можете пройти как в платном, так и в бесплатном формате. Условия прохождения бесплатного обучения второй части я также обязательно сейчас анонсирую. Вначале хотелось бы показать план нашего общения, то есть общий план, по которому мы будем двигаться с вами в течение этой и последующих недель. Вы видите информацию о курсе, которую я открыл в расписании на нашем сайте. Первое занятие, сегодняшнее занятие будет посвящено стратегии и планированию, целеполаганию в трейдинге. Роли всех этих факторов в результативности торговли. Мы поговорим о том, как планировать вашу торговлю, каким должен быть торговый план, какими могут быть цели, которые вы преследуете при торговле на финансовых рынках, и как эти цели конкретизировать, ну и естественно, как этих целей максимально быстро и эффективно достичь. Об этом мы поговорим на нашем сегодняшнем занятии. Начиная со второго занятия, начиная с завтрашнего дня, мы будем говорить о ключевых уровнях, ценовых уровнях, в районе которых происходит разворот цены, в районе которых начинаются мощные ценовые движения. То есть мы начнем говорить с вами о технике принятия торговых решений. Мы начнем двигаться по торговому плану и поступательно будем изучать его все подробнее и подробнее от занятия к занятию. Третье занятие будет посвящено специфике торговли в условиях, когда рынок не показывает нам наличие четкой тенденции, когда рынок находится практически на одном месте. Мы обсудим с вами такое определение, как ложные пробои, существуют ли вообще ложные пробои или же нет. Поговорим о том, почему во флетах, в горизонтальных трендах, в горизонтальных тенденциях, когда рынок никуда не движется лучше, вообще не принимает торговых решений. И на последующих занятиях мы будем закреплять данную информацию, обсудим с вами так называемый фундаментальный анализ, поговорим с вами о том, какие события оказывают наибольшее влияние на финансовые рынки, как эти события влияют на финансовые рынки. Поговорим с вами о том, почему не нужно быть финансовым аналитиком для того, чтобы эффективно использовать финансовый фундаментальный анализ вашей торговли. Я искренне в этом уверен и я вам это докажу. Поговорим с вами о том, как политика центральных банков влияет на курс тех или иных валют. А говорить мы с вами будем на наших семинарах преимущественно о валютных рынках. То есть на занятии, посвященном фундаментальному анализу, мы поговорим о том, как крупнейшие участники рынка, которыми являются центральные банки, создают тенденцию на валютных рынках. И как можно и можно ли эту тенденцию предугадать, ее формирование, и естественно присоединиться к данной тенденции в будущем. Пятое занятие будет посвящено точкам входа в рынок. Точки входа в рынок и точки выхода из рынка – это по моему личному опыту то занятие, ради которого приходит большинство начинающих трейдеров на наши семинары, на наше обучение. Но я отмечу, дамы и господа, что это не есть самое главное в торговле на рынке – знать, где входить в рынок и где максимально эффективно выходить из него. Пожалуй, самое главное – это управление, умение управлять собственными деньгами на рынке, умение применять правила управления капиталом и рисками в вашей торговле. И эти элементы торгового плана вынесены во вторую часть обучения. Первая часть обучения, дамы и господа, будет проходить с сегодняшнего дня, с понедельника, по пятницу. С 27 апреля по 1 мая включительно, с 18 до 20.00 по московскому времени мы с вами будем обсуждать эти вопросы. Вторая часть обучения стартует 4 мая. Я сразу покажу вам в расписании. У меня уже открыто, как вы видите, 4 мая. В расписании. Вот понедельник, 4 мая. В 18.00 начинается вторая часть обучения, которое называется трейдинг «Успешный старт» с Александром Михаленко. Вторая часть. По сути, это продолжение первой части, это последующие 5 занятий. Вначале я расскажу о плане, а затем подробнее расскажу об условиях, которые, как я упоминал, достаточно гибкие, условия прохождения данного курса. Первое занятие второй части, то есть шестое занятие цикла обучения посвящено правилам управления капиталом и рисками. Минуточку, вижу, что нет трансляции, написал Андрей. Дамы и господа, у вас все в порядке с трансляцией. Вы меня, вы слышите меня, видите сайт, видите план, который я показываю. Если видите, напишите, пожалуйста, плюсик. Отлично, спасибо большое. В таком случае продолжаем. Итак, шестое занятие будет посвящено правилам управления капиталом и рисками. Седьмое занятие, занятие номер два второй части обучения, будет посвящено определению объема, которым необходимо войти в рынок. По моему опыту, дамы и господа, вот эти два занятия, и то, что мы рассматриваем на этих двух занятиях, игнорируются трейдерами, особенно начинающими трейдерами чаще всего. И игнорирование тех принципов, которые являются принципами риск-менеджмента и мани-менеджмента, является причиной, наверное, 98% ошибок всех трейдеров. В том числе и опытных трейдеров, которые также, естественно, допускают ошибки. Поэтому самое главное в торговле на финансовых рынках, забегая далеко вперед, отмечу, при инвестировании, при торговле, при любом практически вашем взаимоотношении с финансовыми рынками, даже при выборе валюты, в которой вы храните ваши сбережения, ключевой принцип – это использование правил управления капиталом и рисками, знание этих правил и использование их в вашей ежедневной практике. И эти правила мы разбираем на первых двух занятиях второй части. Третье занятие посвящено индикаторам. Я уверен, вы с ними уже сталкивались. Это индикаторы технического анализа. Как их использовать в торговой системе, какую роль они могут занять в вашей торговой практике, об этом мы поговорим на восьмом занятии нашего цикла обучения. Предпоследнее занятие посвящено использованию статистики о сделках крупных трейдеров. Вы, дамы и господа, можете видеть, как крупные участники рынка, какие позиции держат крупные участники рынка, то есть в каком направлении участники рынка планируют свою торговлю, в каком направлении они открывают позиции. И как использовать эту информацию в вашей торговой практике, мы поговорим на девятом занятии. К слову, если я заговорил о данной теме, подробные обзоры отчетов крупных трейдеров проводятся каждый понедельник. В настоящий момент они проводятся в 13.00 по московскому времени, затем выкладываются на корпоративном канале YouTube компании. То есть вы, пройдя обучение, вы в любом случае сможете в будущем присутствовать на данных семинарах и закреплять полученные знания, прослушивая данные семинары и, соответственно, восстанавливая в памяти все то, о чем мы с вами будем говорить на наших следующих встречах. Финальное занятие цикла обучения посвящено психологии торговли, посвящено ошибкам трейдеров, посвящено всем тем сложностям, с которыми сталкиваются все, без исключения трейдеры, во время перехода от торговли на демо-счете, например, к реальному торговому счету или при переходе от реального счета небольшого к реальному счету достаточно существенному. Вот какие существуют проблемы и какие существуют, что самое главное, эффективные инструменты работы с данными проблемами, об этом мы поговорим на финальном занятии нашего цикла обучения. Вторая часть курса реализуется следующим образом. Стартует, еще раз напомню, 4 мая, также проходит с 18 до 20.00. Это занятие можно пройти в стандартном режиме, то есть платно. Стоимость обучения составляет 85 долларов. Второй вариант следующий. Если вы пополняли свой торговый счет в период с 10 апреля, а это дата анонса курса, 10 апреля это пятница, если вы пополняли свой торговый счет с момента анонса курса, то есть с 10 апреля на сумму не менее чем 1 тысяча долларов, вы можете пройти вторую часть обучения совершенно бесплатно. Для этого вам достаточно прислать на электронную почту нашего киевского офиса соответствующее письмо с заявкой на подключение вашего личного кабинета, вашего аккаунта к просмотру второй части курса. То есть варианты прохождения обучения, резюмируя все сказанное по второй части, это либо стандартный вариант, то есть платный формат обучения, либо же бесплатный формат обучения при пополнении. Естественно, эти средства, если вы выбираете бесплатный вариант прохождения обучения, никуда не деваются, вы их можете торговать, можете вывести, можете использовать абсолютно как считаете нужным. Никаких ограничений относительно этих средств не вводится и вводиться не будет. Вижу вопрос Евгения. Восьмое и девятое занятие – это то же самое, что сейчас в записи было несколько недель подряд, в 16 часов про MACD и CFTC. Евгений, это не то же самое по той причине, что, во-первых, отмечу, что действительно, Евгений совершенно правильно отметил, что в 16.00 проходят трансляции, проходят в среду, в четверг, проходят трансляции, посвященные индикаторной торговле, в частности, индикатору MACD и торговле на основании отчетов о сделках крупных трейдеров CFTC. Евгений, вот те семинары, о которых вы говорите, это, ну так скажем, разрозненные элементы. То есть, естественно, это важная информация, и там на этих семинарах дается очень много информации, схожей с той, что мы разбираем на базовом курсе обучения, на данном курсе обучения конкретно. Но на данном курсе обучения мы рассматриваем информацию о индикаторной торговле и о торговле с крупными участниками рынка в контексте уже готовой торговой системы. То есть, не в контексте таких просто, знаете, отдельных знаний и отдельных элементов знаний, которые могут вам помочь в торговле, а в контексте уже готовой торговой системы, состоящей из нескольких пунктов, неотъемлемыми частями которой являются индикаторная торговля и торговля с учетом отчетов о сделках CFTC. То есть, в контексте нашего дальнейшего диалога эта информация будет более структурирована, порядок более структурирована и, ну, так скажем, переплетена с торговым планом, который мы с вами разберем уже сегодня, уже на этом занятии. Дмитрий, сегодня был семинар в 13.00, будет запись на YouTube, если вам не удалось посмотреть по какой-то причине. Запись, думаю, будет, планирую сегодня, но максимум будет завтра на корпоративном канале YouTube. С 10 и до какого числа? Вторая часть обучения стартует с 4-го, заканчивается 8-го числа соответственно. То есть, с 27-го по 8-ое число будет продолжаться наш курс обучения. Вижу еще вопросик, до сегодняшнего дня или на этой неделе еще можно пополнить на 1000 долларов? Можно пополнить до старта второй части курса или в момент старта. То есть, это уже не столь принципиально, то есть, важен просто сам факт пополнения. Это то, на что будут ориентироваться мои коллеги из финансового департамента, когда будут рассматривать возможность подключения или не подключения к бесплатному прохождению второй части курса. Вы знаете, Виктор, запись семинара в настоящий момент не планируется выкладываться на YouTube, но в будущем, я уверен, все эти семинары, которые записываются, будут выкладываться. В настоящий момент на YouTube выкладываются семинары аналитического характера, которые проходят каждую неделю, а также записи клубных дней. Наших ежемесячных мероприятий. Ну что же, дамы и господа, если у вас есть еще какие-либо вопросы по административной части, пожалуйста, пишите, пожалуйста, задавайте их. Что еще хотел бы отметить? Я хотел бы отметить, что данный курс обучения будет проходить регулярно, он будет проходить каждый месяц, и каждый отдельный, каждый новый курс обучения я буду стараться строить и модернизировать в соответствии с вашими, дамы и господа, комментариями, которые вы, и за это большое вам спасибо, очень в обширной форме дали мне по нашему предыдущему обучению. Я старался учесть их, насколько это возможно в этом обучении, надеюсь, что мне это удалось. Поэтому, если у вас есть какие-либо комментарии по каждому отдельному занятию, пожалуйста, пишите, свою почту я обязательно ставлю. Я с радостью постараюсь учесть все ваши пожелания, дамы и господа. Следующий момент, который я хотел сегодня с вами обсудить вначале, до перехода к ключевой части, это следующее. Я настоятельно рекомендую вам, дамы и господа, по мере прохождения данного обучения отнестись к нему максимально серьезно. То есть, если вы, естественно, можете просто прослушать данный курс обучения, сделать это один раз, потом сделать второй раз, сделать третий раз. Но я рекомендую ввести хотя бы минимальный конспект. То есть, ввести записи в электронном виде или в виде блокнота и ручки что-то записывать, конспектировать, просто потому, что это позволит вам усвоить данную информацию на порядок с большей вероятностью и проходить обучение максимально эффективно, пользуясь теми знаниями, которые вы получите. Я сразу хочу анонсировать тот факт, что начиная со второго занятия, начиная с нашей завтрашней встречи, информации будет очень и очень много. Я ни в коем случае не хочу вас напугать, я просто хочу подвести вас к тому, что действительно необходимо будет уделять некоторое время, и не только то время, которое вы уделяете процессу обучения в рамках общения в онлайн-режиме, то, что происходит сейчас между нами, но и в контексте последующего анализа рынка. То есть, если вы после семинара как минимум откроете торговую платформу и постараетесь уделить 5, 10, 15 минут времени, чтобы вспомнить по тому конспекту, который вы ведете, это может быть 2 предложения, 3 предложения, какие-то ключевые мысли, то, о чем мы говорили, то вероятность того, что вся эта информация, которую мы рассматриваем, будет воспринята вашим мозгом максимально эффективно, максимально, она, эта вероятность будет максимизироваться, она будет двигаться к, вероятность ее реализации будет максимальной. Поэтому настоятельно рекомендую ввести хотя бы краткий конспект того, о чем мы с вами в настоящий момент говорим. Я отмечу, что я считаю, что в трейдинге, когда вы изучаете трейдинг, когда вы изучаете финансовые рынки, если вы изучаете это в конспекте, в контексте инвестирования или в контексте трейдинга, вне зависимости от того, как вы планируете реализовывать себя на финансовых рынках, в любом случае потолка в развитии здесь нет. Это то, что лично меня очень сильно привлекает на финансовых рынках. И вследствие этого я стараюсь постоянно изучать что-то новое, что-то интересное, что-то позволяющее получить лучший результат, нежели ранее. И вот скажу вам честно, по моему личному опыту, я стараюсь смотреть семинары, если я смотрю их в видеоформате, и конспектировать хотя бы какие-то ключевые моменты. И я понимаю, анализируя лично себя, что это действительно дает, например, лучший результат с точки зрения восприятия информации. Поэтому я рекомендую вам также пользоваться данным методом. Это действительно работает. Следующий момент, который я хотел с вами обсудить, это тайминг. По умолчанию наш семинар рассчитан на полутора, примерно час 30-40, общение, как показывает практика проведения предыдущего мероприятия, плюс где-то 20-30 минут ваших вопросов, вплетенных во наш диалог. Поэтому если появляются вопросы, пожалуйста, задавайте их. Когда будет вторая часть? Вторая часть, как и первая часть, будет один раз в месяц. Ну, я думаю, следующий раз будет в начале июня проводиться. Ну, допустим, первого. Скорее всего, пока точно не могу сказать, но скорее всего первого числа стартует первая часть, с восьмого числа стартует вторая часть. Ну что ж, какие у вас еще есть вопросы, дамы и господа, по организационным моментам? Если вопросики есть, пожалуйста, задавайте. Если вопросиков нет, в таком случае мы движемся к ключевой теме нашего сегодняшнего диалога. Отмечу план нашего сегодняшнего диалога. Вначале мы с вами поговорим о бессистемной торговле. По моему опыту, дамы и господа, это то, что встречается очень часто на финансовых рынках. Это то, что встречается среди начинающих трейдеров, ну, пожалуй, у девяти трейдеров из десяти, никакой системности в торговле нет. Нет плана, нет, по большому счету, конкретной цели, которой хочет достичь трейдер, и, естественно, нет стратегии достижения этой цели. Если нет, к чему это приводит, об этом мы с вами сегодня обязательно поговорим. Следующее, о чем мы поговорим, это о том, как должен выглядеть торговый план, из чего он состоит, и, что самое важное, какие элементы торгового плана можно корректировать под ваше конкретное видение процесса торговли, а какие корректировать нельзя. О чем идет речь? Мы с вами на наших последующих семинарах будем говорить о среднесрочной торговле. То есть мы будем говорить о среднесрочном подходе к торговле, когда позиции открываются и держатся в среднем одну неделю и более. Я прекрасно понимаю, что это не тот, это не есть тот вариант торговли, который подходит абсолютно всем, и использование его в качестве примера на данном курсе обучения осуществляется по той причине, что среднесрочная торговля является, по моему опыту, самой простой. То есть если вы научитесь торговать по плану и жестко следовать плану, торгуя среднесрочно и уделяя процессу торговли 5 минут в день, максимум 5-10 минут, то когда вы, когда и если вы решите торговать краткосрочно, а большинство начинающих трейдеров, насколько мне известно, стремятся торговать именно краткосрочно, так вот, когда вы придете к краткосрочной торговле, вы будете подготовлены к ней. Поскольку краткосрочная торговля на порядок сложнее. Краткосрочная торговля требует большего времени, большего внимания, большего, в том числе, она связана с большим числом, большинство убыточных сделок, а большее число убыточных сделок порождает большее эмоциональное давление на трейдера, поскольку не каждый человек справится с ситуацией, когда у него, предположим, в день совершается 3-5 сделок в среднем, и из этих 3-5 сделок, ну, допустим, 2 сделки может быть убыточные, 2-3 сделки убыточные. То есть не каждый человек сможет абсолютно спокойно работать в подобных условиях. Большинство трейдеров, особенно если говорить о начинающих трейдерах, естественно, склонны полагать, что торговля должна быть с максимальной вероятностью прибыльной, трейдеры любят прибыльные сделки, и в этом абсолютно нет ничего плохого. Нужно понимать, что это противоречит вообще краткосрочной торговле в целом. Краткосрочная торговля это торговля, которая подразумевает теоретически больший потенциал прибыли в абсолютных величинах, нежели среднесрочная торговля, но которая связана с напрядок большим большими требованиями, к управлению капиталом и рисками. То есть, если вы не умеете управлять капиталом и рисками, игнорируете эти пункты, если у вас нет торгового плана, и вы торгуете среднесрочно, то у вас будет время для того, чтобы, возможно, понять это и скорректировать этот процесс и вести работу над ошибками эффективно. Если вы начали торговать краткосрочно сразу, не изучая среднесрочную торговлю, то вам будет очень сложно. Поэтому я настоятельно рекомендую начать изучение процесса торговли именно со среднесрочной торговли. И именно по этой причине я строил данный цикл обучения на основании построения торгового плана и разбора подробного торгового плана, связанного со среднесрочной торговлей, нежели с краткосрочной. Краткосрочно вы всегда успеете прийти, успеете сделать вывод, поторговав среднесрочно, насколько вам интересно или неинтересно в принципе краткосрочная торговля. По моему личному и, естественно, очень субъективному мнению, краткосрочная торговля – это удел механических торговых систем, поскольку она подразумевает чрезмерное внимание, требует чрезмерного внимания со стороны непосредственно самого трейдера. То есть это то, что не обязательно будет нравиться всем. Тоже очень нужно четко понимать. То есть одна из целей, которые я ставил перед собой в рамках реализации данного курса обучения – это максимально донести до вас, дамы и господа, и дать вам возможность понять, какой из вариантов торговли подходит вам больше всего. И понять вы это сможете, с одной стороны, изучив ту концепцию, которую мы с вами будем разбирать, а с другой стороны, торгуя на рынке. То есть вы получаете некие знания, используете их. Не обязательно сразу же торговать их на реальном счете, но обязательно торговать их. То есть, естественно, желательно начинать с реальных денег, потому что большинство ошибок связано с… трейдер допускает торгуя реальными средствами, и это ошибки связаны с эмоциональной торговлей, принятием эмоциональных решений. И, соответственно, если вы торгуете на домосчете, вы торгуете в такой теплице, в теплице, в которой количество эмоций, деструктивных эмоций, влияющих на вашу торговлю, их число сведено к минимуму. Когда вы переходите к реальной торговле, вы сталкиваетесь со всеми теми, как бы это назвать, ну, наверное, демонами, с которыми сталкиваются все те, кто начинают торговать на реальных деньгах, которые трейдер считает достаточно значительными, или в большей или меньшей степени значительными. Поэтому ранее я был приверженцем идеи того, что нужно учиться торговать на демо счете, сейчас я склонен полагать, что нужно начинать с реальных денег, пусть небольших, пусть, так скажем, очень небольших, но реальных денег, потому что именно на реальных деньгах включаются у трейдеров все эти психологические механизмы в голове, которые очень часто приводят к отрицательному результату. И чем раньше эти механизмы включатся у вас в голове, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, тем раньше вы сможете выработать эффективную концепцию борьбы с этими механизмами. Это я немножко уже забегаю в занятие, посвященное психологии, но тем не менее, тем не менее, это то, что я хотел вам донести именно на этом занятии, забегая немножко вперед. Следующее. Естественно, сегодня мы разберем пример плана. По которому мы с вами, дамы и господа, будем двигаться. Пример плана для среднесрочной торговли. Пример плана, который вы сможете в будущем при желании модернизировать под себя, под ваши конкретные инвестиционные цели и горизонты. И мы разберем первый пункт торгового плана, который я называю следующим образом. Можно ли сейчас торговать на рынке? Ну, к этому мы еще придем. Ну что ж, первая часть нашего сегодняшнего диалога называется бессистемная торговля. Что такое бессистемная торговля? Это торговля, когда вы принимаете торговые, а возможно даже и инвестиционные решения, не имея четкой цели, плана достижения этой цели и, соответственно, не принимая системных решений. То есть, торгуя или инвестируя по наитию. И отмечу, дамы и господа, что такая торговля приводит к отрицательному результату. Я не видел ни одного человека, честно вам скажу, с 2008 года, занимаясь финансовыми рынками, постоянно общаясь с трейдерами, я ни разу не видел ни одного человека, который торговал бы бессистемно, торговал бы на основании просто каких-то эмоций, на основании спонтанных каких-то решений. Я ни разу не видел ни одного человека, у которого получалось бы торговать вот по такой концепции, если это можно назвать концепцией, прибыльно, достаточно длительное время. Достаточно длительное время, ну давайте в рамках нашего сегодняшнего диалога, пусть это будет один год. Я ни разу не видел подобных примеров. Но, тем не менее, я видел море примеров, когда подобная торговля приводила к известному результату, к отрицательному результату. Поэтому первый пункт нашего сегодняшнего диалога – это бессистемная торговля, то есть это планирование. Я хотел бы начать данную часть нашего диалога с цитаты, которую приписывают Бенджамину Франклину. Звучит она следующим образом. If you fail to plan, you are planning to fail. Переводится это, ну я специально на английском языке здесь привел ее, по той причине, что какого-то разумительного перевода, все переводы разнятся, и я постараюсь перевести ее дословно, максимально точно. Если вы не преуспели в планировании, если вы провалились в планировании чего-либо, то вы планируете провал, то вы планируете неудачу. Такой немножко незвучный перевод получается, но тем не менее он крайне иллюстративен. Особенно если мы говорим о трейдинге, то есть если вы не планируете вашу торговлю, если вы ее планируете в недостаточной степени, то вероятнее всего результат будет, как это ни прискорбно, результат будет отрицательным. Вижу вопрос Ивана. Иван, это курс по торговле на финансовых рынках. Это не есть конкретно курс по торговле бинарными опционами. То есть это курс по торговле на финансовых рынках. Ну что ж, возвращаемся к нашему, к теме нашего сегодняшнего семинара. Я хотел бы показать вам концепцию, которую я считаю максимально правильной в контексте определения стратегии и определения целей. Очень многие правильно ставят цели в торговле на финансовых рынках. Например, трейдер ставит цель перед собой сделать, допустим, 100 тысяч долларов в течение трех лет на финансовых рынках. Цель на самом-то деле вполне реалистична, особенно если знать стартовую сумму, с которой трейдер хочет сделать 100 тысяч долларов. Но самое важное, что в большинстве своем, в рамках стратегии достижения данной цели, трейдеры выбирают совершенно разные модели поведения, дамы и господа. И чаще всего трейдеры выбирают следующую модель поведения. Трейдер открывает торговый счет на сумму, ну предположим, сумма условная, 3 тысячи долларов. И открыв этот торговый счет, он хочет при помощи торговли на финансовых рынках получить прибыль в 100 тысяч долларов. В данном случае не обязательно за 3 года, ну может быть за месяц, может быть за год. Здесь каждый уже ставит какие-то свои временные горизонты. Но стратегия достижения, как правило, прямолинейна и проста. И выглядит она именно таким образом. Но если мы посмотрим на цифры, то в данном случае трейдер хочет сделать 3300%, то есть примерно увеличить свой капитал в 33 раза для того, чтобы достичь данной цели. Отмечу, дамы и господа, что это с одной стороны, это реально. Я неоднократно встречал, я встречал, наверное, несколько десятков примеров за то время, которое я работаю в сфере, связанной с финансовыми рынками, когда этот человек удавалось и увеличивали даже иногда сотни раз. То есть это действительно встречаются подобные примеры. Но я при этом хочу обратить ваше особое внимание, дамы и господа, что это тот путь, который 99,99% трейдеров не подходит в принципе. Потому что это тот путь, который заставляет человека рисковать практически всем капиталом в каждой сделке. Это тот путь, который с огромной вероятностью приведет к потере капитала на рынке. То есть, резюмируя все сказанное, это абсолютно реально, но это есть та стратегия, которая не подходит большинству трейдеров, не подходит большинству начинающих трейдеров. Поэтому я считаю, что эта стратегия неверна. К этой стратегии можно подойти профессионально. И по моему опыту к такой стратегии приходят трейдеры, которые торгуют достаточно давно. Но некоторые, действительно, те, кто склонны к агрессивной торговле, они приходят к подобной концепции поведения на рынке и часто в ней преуспевают. Но это единицы. И вы должны это очень четко понимать. Единицы успешно работают вот в подобном ключе. И при этом эти единицы, прежде чем достичь данной цели, вынуждены инвестировать в стартовую сумму капитала иногда не один десяток раз, чтобы достичь данной цели. А это требует упорства, это требует, на самом деле, четкого понимания того, что происходит на рынке и что сейчас происходит и как двигаться дальше. Поэтому для начинающих трейдеров, если вы только начинаете торговать на финансовых рынках, либо если вы изучаете процесс торговли на финансовых рынках и в настоящий момент ищете себя, то есть ищете ту торговую стратегию, которая будет подходить максимально вам, эта стратегия достижения вашей цели неверна. И если вы в настоящий момент ориентируетесь на данную стратегию достижения цели, вольно или невольно, я рекомендую вам ее пересмотреть. И пересмотреть ее следующим образом. Я покажу вам стратегию достижения цели, которая не будет требовать от вас, не будет требовать от вас принимать на себя какие-то безумные риски, рисковать всем капиталом в одной сделке, чтобы достичь такой амбициозной, но тем не менее абсолютно реальной цели, указанной на слайде. Стратегия достижения, которая действительно близка к реальности и которая зарекомендовала себя, опять же, за то время, которое я работаю с трейдерами, общаюсь с трейдерами, которая зарекомендовала себя уже десятки раз, это стратегия следующего характера. Трейдер открывает торговый счет, то есть инвестирует в сам себя некую сумму средств. Затем трейдер ведет торги на данном торговом счете. Он ведет торги по своей торговой концепции, как пример, по той торговой концепции, которую мы будем разбирать, начиная с нашего сегодняшнего занятия, и формирует статистику. Вследствие формирования данной статистики, к этому трейдеру через некоторое время могут присоединиться инвестиции. А здесь, дамы и господа, есть очень важный нюанс, который очень многие изначально не видят в процессе торговли на финансовых рынках. Существует сервис инвестирования PAM счет, я думаю, вы о нем слышали, который позволяет трейдеру работать с средствами инвесторов, инвестору инвестировать в трейдеров на основании их статистики и доходности, то есть на основании той информации о торговле трейдера, которая доступна на его страничке. Так вот, в рамках данной системы, в рамках PAM, сервиса PAM счет, если трейдер торгует и генерирует, ну, предположим, 100% в год прибыли, то он вполне может рассчитывать на тот приток инвестиций, который указан в настоящем моменте на слайде. Это информация, которую я брал исключительно из открытых источников, из нашего рейтинга PAM счетов в частности. Если трейдер установит вознаграждение от прибыли, которое формируется на счетах инвесторов, в размере 25%, то в течение трех лет, даже если он будет выводить полученную прибыль, а не реинвестировать ее в торговлю, то есть постоянно выводить полученную прибыль, он достигнет той цели, которая указана в верхней части слайда, он сделает 100 тысяч долларов, инвестировав всего 3 тысячи. То есть он увеличит свой капитал в 33 раза, действительно. Но не при помощи принятия на себя абсолютно неприемлемых для 99% начинающих трейдеров рисков, а при помощи четко выстроенной стратегии поведения на рынке и принятия на себя минимальных рисков, минимальнейших рисков. Самое главное для трейдера – это формирование статистики, поскольку именно статистика привлекает инвестицию, и отмечу, дамы и господа, что по большому-то счету, если вы, предположим, если ваша цель, конкретно ваша цель присутствия на данном мероприятии, это если вы хотите стать профессиональным трейдером, то вам нужно очень четко понимать, что профессиональные трейдеры – это трейдеры, которые торгуют на чужие деньги. То есть профессиональные трейдеры не торгуют на свои средства. Если трейдеры торгуют на свои средства и преимущественно на свои средства, то это в любом случае хобби. То есть это не есть профессиональный трейдинг в общепринятом смысле этого слова. И следующая мысль, которая следует за той мыслью, которую я только что высказал, это тот факт, что по статистике хороших трейдеров, если вы посмотрите в рейтинг PAM счетов нашей компании, ну примерно в 100 раз меньше, чем инвесторов, которые хотели бы в этих трейдеров инвестировать. По этой причине вопрос привлечения инвестиций, тот вопрос, который я указывал на слайде, это вопрос, который решится автоматически сам собой, если у вас будет торговая статистика. То есть если вы хотите увеличить свой капитал, если вы ставите перед собой амбициозные цели, если вы хотите стать профессиональным трейдером, вам не нужно увеличивать свой капитал в десятки и в сотни раз для того, чтобы привлечь инвестицию. Как это ни странно, вам нужно торговать с минимальными рисками и формировать максимально стабильную доходность в течение определенного периода времени. Какого периода времени возникает вопрос? По статистике от 6 месяцев, где-то от 9 месяцев уже начинается приток инвестиций, достаточно существенный приток инвестиций, если ваша торговая статистика соответствует тем критериям, которые я озвучил, если она более-менее предсказуема, если ваши риски на сделку более-менее предсказуемы. То есть, резюмируя все сказанное, стратегия достижения цели, описанная в середине слайда, когда трейдер стремится увеличить свой капитал в десятки раз, это стратегия, которую можно считать неверной, потому что она не подходит большинству начинающих трейдеров и может подходить лишь тем, кто давно занимается финансовыми рынками и четко понимает, на какие риски он идет. А риски здесь колоссальные. Для большинства начинающих трейдеров, да и не только начинающих, а опытных трейдеров, для реализации амбициозных целей подойдет стратегия номер 2, о которой я сейчас более детально расскажу. Вижу вопрос, ваш Владимир, я уже, думаю, ответил на него. Минимальный период времени 6 месяцев, а лучше 1 год. Итак, если вы еще этого не сделали, дамы и господа, я настоятельно вам рекомендую после завершения нашего сегодняшнего семинара определить вашу цель. То есть, понять, зачем вы пришли на финансовые рынки и какова цель. С какой целью вы пришли? Кто-то пришел для того, чтобы узнать для себя что-то новое. Кто-то пришел для того, чтобы заработать сумму X за определенный период времени. Кто-то пришел для того, чтобы стать профессиональным управляющим средствами. Кто-то пришел для того, чтобы, предположим, трейдинг занял часть, определенную часть его жизни и стал определенным источником дохода, который не обязательно должен быть основным источником дохода. То есть, у вас у всех свои собственные цели. Но вам нужно очень четко понимать, какая это цель. И чтобы это сделать, чтобы ее, так сказать, кристаллизовать максимально и с максимально быстрой, эффективными темпами ее достичь, вам нужно ее записать. И, опять же, повторюсь, у каждого человека своя собственная цель. Я привел несколько таких самых простых, может быть, самых популярных целей. Первый вариант – сделать сумму, здесь каждый указывает свою сумму, сумму X на финансовых рынках в течение, допустим, 12 месяцев, 14 месяцев, 24 месяцев. Второй вариант – допустим, через 20, пусть не 24, через 12 месяцев трейдинг становится полноценным источником дохода, который приносит, ну скажем, 500 долларов в месяц, например. Третий вариант – стать ПАМ-управляющим. Через полтора года привлечь, допустим, полтора миллиона инвестиций. То есть, вот у каждого из вас есть своя цель, я настоятельно рекомендую ее записать. Вы можете написать прямо сейчас некую краткую цель и после завершения семинара настоятельно рекомендую ее оформить так, чтобы она максимально соответствовала тому, что сейчас вы видите у вас в голове. Вот той идеи, которая есть у вас в голове, то есть тем причинам, по которым вы пришли на финансовые рынки. Чем более четко вы будете понимать цель, тем проще вам будет к ней идти. Следующее. Когда вы определили цель, вам нужно определить стратегию ее достижения. Это то, о чем мы с вами только что говорили. Стратегия достижения целей, большинство тех целей, которые указаны сейчас на экране, в верхней части слайда. Следующее. Открыть торговый счет. Отмечу, дамы и господа, что торговый счет не обязательно должен быть на 10 тысяч долларов условно. В настоящий момент в нашей компании есть счета, то, что называется центовые счета, где вы можете, используя очень незначительные объемы средств, торговать, используя полный объем правил управления капиталом и рисками. То есть используя буквально 30-50 долларов. Но это первый этап. Я упоминал, что демо счет, по моему мнению, является не самым лучшим способом для практики, для отработки всех тех концепций, которые мы будем рассматривать. Потому что на демо счете у большинства трейдеров не включается психологический аспект торговли. Не включаются все те деструктивные факторы, которые уничтожают капиталы трейдеров, когда трейдер начинает торговать на финансовых рынках и начинает торговать более-менее существенными суммами. Поэтому для того, чтобы начать изучать себя, а в трейдинге, когда вы начнете торговать, вы увидите, что у вас, ну я надеюсь, что у вас не будет абсолютно никаких сложностей. Я имею в виду сложностей психологического характера, но по статистике я ни разу еще не встречал человека, который не сталкивался бы хотя бы с одним или двумя проблемами психологического характера, которые мы будем разбирать на нашем десятом занятии. И поэтому чем раньше вы начнете торговать на пусть небольших, но реальных деньгах, тем быстрее вы поймете, о чем конкретно сейчас я говорю, если это сейчас не совсем очевидно. Следующее. Торгуя по торговому плану, формировать статистику. Упорно изо дня в день, из недели в неделю формировать статистику и действовать четко по тому торговому плану, который вы для себя выбрали и которому вы следуете. Главное в данном случае это системность и это упорство. Очень многие трейдеры мечутся между торговыми системами, выбирают и часто делают это на одном и том же торговом счете. Одну неделю торгуют на основании стратегии, связанной, предположим, с какими-либо скользящими средними, другую неделю стратегия на основании MACD, третья неделя стратегию, которую трейдер узнал где-то, которая работает на рынке золота конкретно. То есть ни в коем случае не стоит делать таким образом, поскольку вы получите кашу, статистики у вас не будет, а если у вас нет статистики, то вы не можете рассчитывать на достижение ключевой цели. Потому что главное у каждого трейдера это статистика, это визитная карточка по большому счету, если вы рассчитываете на привлечение инвестиций, если вы хотите достичь тех целей, которые я озвучил при помощи привлечения инвестиций. Третий этап. Я уже упоминал, что этот этап по сути реализуется автоматически. То есть если вы упорно следуете вашему торговому плану, то точка номер три, этап номер три реализуется сам собой. То есть вопрос привлечения инвестиций реализуется сам собой. Если открыть демо счет, чтобы ознакомиться с платформой, вижу ваш вопрос, Иван. Никаких проблем. Конечно, открывайте, знакомьтесь. Я считаю, что демо счет вообще нужен для того, чтобы ознакомиться как раз с платформой. То есть чтобы не допускать в торговле досадных ошибок, связанных с незнанием каких-то базовых функций платформы. Например, того, как открыть позицию, как закрыть позицию, чем отличается короткая позиция. Длины, buy at sell. То есть все то, что разбирается на неких начальных семинарах, связанных с торговлей на финансовых рынках. Эти семинары не являются частью нашего сегодняшнего обучения. И тем не менее они также транслируются из нашего киевского офиса. В том числе проходят они в 16-17.00 по московскому времени с понедельника по четверг проводятся подобные семинары. То есть при желании вы также можете их посетить. Но я отмечу, что демо-счет, по моему мнению, это инструмент для знакомства с платформой и недопущения каких-то базовых ошибок, фундаментальнейших ошибок. Спасибо за ваши вопросы, дамы и господа. Движемся далее. Резюмируя все сказанное по планированию, по стратегии достижения цели, главное, дамы и господа, главный актив, который есть у трейдера, это его статистика. Статистику эту. Вы можете собирать не только в вашей торговой платформе, вы можете собирать ее на сторонних источниках, она может публиковаться в автоматическом формате на сторонних сайтах. Ну, как говорится, это уже совсем другая история. То есть вы можете ее собирать, выгружать, вы можете опубликовать на сторонних сайтах автоматически, в сервисе PAM счет, она также формируется автоматически. То есть, если у вас будет статистика вопросов и проблем с достижениями тех целей, которые я озвучивал изначально, не будет абсолютно никаких. А для того, чтобы построить грамотную статистику, вам нужно следовать торговому плану, потому что если у вас не будет торгового плана, вы не сможете сформировать статистику. А если вы не сможете сформировать статистику, то вы не сможете достичь вашей главной цели, которой вы идете, в том числе идете в рамках нашего сегодняшнего мероприятия. Поэтому я предлагаю обсудить следующий вопрос, каким же должен быть торговый план, как он должен выглядеть или как он не должен выглядеть. В торговом плане у вас, ну вообще в любом торговом плане, вне зависимости от того, о каком финансовом рынке мы говорим, это может быть рынок акций, это может быть рынок валют, это может быть фьючерсный, опционный рынок. В целом, вот общая концепция будет следующей. Первый пункт. Определяется возможность торговать на рынке. То есть в принципе, имеет ли смысл сейчас что-либо предпринимать на рынке или возможно рынок находится в таком состоянии, когда торговать вообще не стоит. Потому что дальнейшее движение рынка максимально непредсказуемо именно сейчас. То есть первый пункт плана это ответ на вопрос, можно ли сейчас вести торги. Обратите внимание, что если один из пунктов плана не выполняется, следующие пункты плана считаются невыполненными. И, соответственно, сделка не открывается вообще. То есть последовательность именно такая, как указано на слайде. 1, 2, 3, 4, 5. Второй пункт. Если можно торговать на рынке, в каком направлении? Куда мы открываем позиции? Это тот вопрос, на который мы также найдем ответ на наших последующих занятиях. Третий вопрос. Где входить в рынок и где выходить из него? То есть в какой момент времени и по какой цене лучше всего войти в рынок? Стоит ли входить в рынок сейчас или лучше подождать? Вот на все эти вопросы заключены в пункте номер 3. Четвертый пункт. Определение расчет рисков и потенциала прибыли. Имеется в виду правила управления капиталом и рисками, о которых я сегодня уже упоминал. Пятый пункт плана – это определение объема позиции. Есть четкая формула, которая дает возможность рассчитать объем позиции. И которая используется как при алгоритмической торговле, очень широко, при робо-трейдинге, так и при торговле, что называется, руками. Эта формула универсальна. Я ее вам покажу. Ее придумал, естественно, не я, но она абсолютно универсальна. Она дает такое преимущество вам перед теми, кто ее не использует, что если вы еще с ней не знакомы, я думаю, вы будете поражены. Какое преимущество вы получите, если будете ее использовать в торговле. Поэтому четвертый и пятый пункт, дамы и господа, четвертый и пятый пункт – это те два пункта плана, которые чаще всего игнорируются начинающими трейдерами. Чаще всего начинающие трейдеры, по моему опыту, считают, что первые три пункта – это более чем достаточный объем информации и плана, части плана, чтобы начать торговать на рынке. И те, кто так считают, чаще всего приходят к результату не самому лучшему. И рано или поздно начинают использовать четвертый и пятый пункт плана. То есть, если вы сразу, если вы только начинаете изучать финансовые рынки, и если вы сразу примете как данность то, что вы не можете входить в рынок, пока вы не рассчитали потенциал прибыли, риска и не рассчитали объем позиций по формуле, то, поверьте, вы сэкономите огромное количество средств на обучение. А обучение в трейдинге, по моему личному мнению, дамы и господа, это не те деньги, которые мы с вами платим за сам процесс обучения, за получение информации о финансовых рынках. А это средства, которые мы теряем на начальных этапах изучения процесса торговли на финансовых рынках. И вот вопрос того, сколько же нужно центов или долларов потерять для того, чтобы понять, что четвертый и пятый пункт плана – это самое главное, это самое важное. Вот этот вопрос для каждого отдельного трейдера, дамы и господа, остается открытым. И если вы здесь и сейчас запишите себе, отметите, что самое главное – это четвертый и пятый пункт плана, того, который я только что показывал, я, к слову, могу данную презентацию, ключевые ее тезисы, скинуть вам на электронную почту. Чтобы получить данную презентацию, пожалуйста, напишите мне запрос на мою электронную почту, я сейчас скину ее в чат. Если у вас нет возможности конспектировать, я скину вам конспект. Так вот, самое главное – это четвертый и пятый пункт плана. Если я, на самом деле, изучая финансовые рынки, когда я начинал торговать на финансовых рынках, я считал, что первые три пункта плана – это более чем достаточно. Я придерживался общего мнения. И на самом-то деле это привело именно к тому, о чем он только что говорил. Это привело к тому, что стоимость моего обучения, которая выражалась в том объеме средств, в которые на начальных этапах я инвестировал в процесс торговли, в процесс изучения финансовых рынков, был на порядок больше, нежели тот объем средств, который мне пришлось бы инвестировать, если бы я сразу принял тот факт, меня предупреждали, если бы я сразу принял тот факт, что риск менеджмент и мани менеджмент, четвертый и пятый пункт плана – это самое-самое главное. Четвертый и пятый пункт. Отношение риск-прибыль и расчет объема позиций. Движемся далее. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я покажу вам сейчас пример торгового плана для среднесрочной торговли на финансовых рынках. Это тот торговый план, который… Я специально взял его со слайда, который мы сделали с предыдущей группой на десятом занятии, на финальном занятии обучения. И выглядит торговый план полностью заполненный. Вот таким образом. Обратите внимание, что в нем есть те пять пунктов, о которых я только что упоминал. Просто они расписаны более детально. Сейчас наша ключевая задача – не разобрать, подробно из чего состоит каждый пункт. Мы постепенно будем разбирать каждый из этих пунктов на наших занятиях. Наша задача сейчас – это увидеть, что торговый план является компактным, лаконичным, и каждый последующий пункт плана является неотъемлемым следствием предыдущего. То есть, первое, если вы видите, что торговать на рынке сейчас нельзя, а я сегодня расскажу вам, как это сделать, то вы не можете предполагать, в каком направлении торговать на рынке. То есть, вы можете определять и переходить к пункту 2, и рассматривать, в каком направлении торговать, только тогда, когда вы поняли, что да, на рынке торговать сейчас можно. Когда вы поняли, в каком направлении торговать на рынке, имеет смысл искать точки входа в рынок. То есть, определять, а где же лучше всего можно будет зайти в рынок и выйти из него соответственно. И уже после этого необходимо рассчитать, а сколько же можно в этой сделке заработать и каков риск. После этого определить объем позиций в лодах. Это то, что указывается в торговой платформе. Давайте я еще раз покажу вам последовательно. Вот здесь на примере торговой платформы. Давайте еще раз все это разберем. Первый пункт плана. Я, пожалуй, вернусь к предыдущему. Его вариант, он более лаконичен. Первое. Можно ли сейчас торговать на рынке? Предположим, что можно. Второе. Определили, в каком направлении торговать. Отлично. Когда мы определили, в каком направлении торговать, допустим, нужно торговать на покупку, мы дали ответ на вопрос, какую из вот этих двух кнопок нам придется нажимать в будущем. Buy или Sell. Следующее. Следующее. Нам нужно определить и рассчитать риски и потенциал прибыли. Это то, что в торговой платформе указывается вот здесь. Риски, потенциал прибыли. Stop Loss и Take Profit – это приказы на закрытие позиций. Забегая вперед, отмечу, что первый – это закрытие позиций с заранее запланированным риском, второй – это закрытие позиций с заранее запланированной прибылью. То есть, когда вы ответили на пункт плана номер 4, вы получили вот эти два значения. Следующее. Остается только объем. Объем входа в рынок определяется в пятом пункте. То есть, по факту, следуя данному торговому плану, вы получите инструмент, в рамках которого у вас не будет возможности отойти от данного плана влево или вправо. То есть, вы получаете готовый алгоритм, в рамках которого вы получите всю необходимую информацию для того, чтобы понять, в каком направлении торговать, какую позицию открывать на покупку или на продажу, где эту позицию закрывать и каким объемом входить в рынок, чтобы потенциал прибыли и был максимален, а потенциал рисков был минимален. Кроме этого, отмечу, что та концепция, которую мы будем с вами разбирать, на самом-то деле, как это ни странно, широко используется крупными участниками рынка, крупными фондами, насколько мне известно, и она появилась в 30-х годах прошлого столетия. То есть, на рынке, открою вам небольшой секрет, на рынке уже в нескольких десятках лет практически никто, практически ничего нового не изобретает вообще, потому что рынки существуют так давно, что все торговые системы, все торговые концепции, которые в настоящий момент существуют на финансовых рынках, в лучшем случае являются копиями друг друга, просто с разными названиями. А мы с вами разберем торговую концепцию, я это еще раз повторюсь, я это не скрываю, которая появилась в 30-х годах прошлого столетия, и которая еще в 30-х годах прошлого столетия доказала свою эффективность, и эффективна до сих пор, к слову, как вы увидите. По пунктам плана, Александр, примеры будут. И каждое занятие. То есть, мы по данному плану будем двигаться каждый день, мы будем каждый день разбирать данный план, и детальнейшим образом рассматривать каждый из пунктов данного плана, поэтому обязательно будут примеры по каждому из пунктов данного плана. Цель нашего сегодняшнего занятия – это донести важность данного плана, необходимость следовать данному плану, и следовать данному плану дисциплинированно, и следовать данному плану для того, чтобы достичь определенной цели, а не просто для того, чтобы следовать данному плану. То есть, это ключевой посыл, который я стараюсь донести в рамках нашего сегодняшнего диалога, дамы и господа. Ну что же, движемся далее. Это мы уже разобрали. Еще такой важный момент. Прежде чем переходить к первому пункту плана, а сейчас мы переходим к первому пункту плана, мы разберем с вами пункт плана номер один, можно ли торговать на рынке. Прежде чем к нему переходить, я хотел бы отметить еще один очень важный момент, который заключается в следующем. Я вообще являюсь сторонником концепции торговли и инвестирования, которые можно назвать максимально универсальными. То есть, по моему личному мнению, которое подтверждалось рядом примеров наших клиентов, моих конкретно клиентов, по моему мнению, концепция торговли на финансовых рынках, концепция инвестирования должна быть универсальна. Что я имею в виду? Я имею в виду, что если торговая концепция работает только на одном конкретном торговом инструменте или на одном конкретном таймфрейме, и иногда это сочетание торгового инструмента и таймфрейма, допустим, приведу пример, допустим, вы находите в интернете некую информацию о том, что есть отличная торговая концепция, которая работает на пятиминутном графике валютной пары евро-доллар. Чаще всего в 90% случаев эта концепция, если она работает только на каком-то конкретном кусочке графика, она не подходит для вас, как-то не странно, если вы начинающий трейдер, потому что она может в любом момент прекратить работать, и на этом все закончится. Поэтому я являюсь сторонником торговых концепций и инвестиционных концепций, которые работают, работали и будут работать, я надеюсь, что они будут работать, но которые доказали свою эффективность на десятилетиях, которые вы можете взять и использовать на любом финансовом инструменте, на валютных рынках, на рынках акций, на рынках облигаций, на рынках чего угодно, чтобы вы могли взять концепцию и использовать ее на любом рынке, чтобы она подходила под любой рынок, с пусть незначительнейшими корректировками, какими-то дополнениями, крохотными, а не полностью переделками всей торговой концепции. То есть я являюсь сторонником таких концепций, и вот, собственно, тот план, который мы с вами будем разбирать, является именно такой концепцией. По данному плану вы сможете двигаться, торгуя на среднесрочных временных диапазонах, на временных диапазонах более одной недели, и в равной степени вы сможете торговать по данной торговой концепции, по данному торговому плану на небольших таймфреймах, на таймфреймах, в частности, 5 минут, с нашей предыдущей группой мы разбирали 5-минутный трейдинг на небольших таймфреймах, на 5-минутных таймфреймах в рамках той же самой абсолютно торговой концепции с небольшими буквально дополнениями, даже именно дополнениями, а не ремарками или поправками. То есть торговая концепция, по моему личному мнению, должна быть универсальна и должна быть применима К любым финансовым рынкам, к тем финансовым рынкам, которые активно торгуются в настоящий момент. Если это не так, то мы не будем рассматривать с вами такие торговые концепции. Вот такова моя позиция в рамках той информации, которую я даю на всех тех курсах обучения, на которых я общаюсь с начинающими трейдерами или с теми трейдерами, которые еще определяются с торговым планом и с вообще своим видением финансовых рынков и видением финансовых рынков в своей собственной жизни, то есть роли финансовых рынков в жизни каждого отдельного трейдера. Слайд с планом я сейчас покажу. Слайд с планом. Это план, который является уже финальным, скажем, планом для среднесрочной торговли, к которому мы придем на десятом занятии. И сейчас мы начинаем его разбирать. Сейчас мы поговорим с вами, дамы и господа, о первом пункте данного плана. Можно ли сейчас торговать на рынке? Определяется ответ на данный вопрос на дневном таймфрейме. Отмечу, что дневной таймфрейм является главным таймфреймом, так скажем, стратегическим таймфреймом, который будет определять во многом наше дальнейшее поведение в рамках торгового плана и наши действия в рамках торгового плана. На дневном таймфрейме, почему именно на дневной таймфрейм, спросите вы? Потому что, если вы посмотрите на таймфреймы большего масштаба, на недельные, на месячные таймфреймы, я имею в виду… Допустим, вот фунт, доллар, таймфрейм, месяц. Таймфрейм, месяц – это таймфрейм, на котором определяются некие важнейшие, глобальнейшие цели, в районе которых могут происходить ценовые развороты, начинаются ценовые коррекции глобального масштаба. Что такое глобальный масштаб? Это означает, что это цели, которых рынок может достигать в течение 3, 6, 12 месяцев. То есть это глобальнейшие цели, долгосрочнейшие цели. Естественно, что для определения точки входа в рынок они не используются. Ну, по крайней мере, в 99% случаев. Недельный таймфрейм. Здесь, в принципе, то же самое. То есть для определения точки входа в рынок недельные таймфреймы практически никогда не используются. Но они используются для определения целей, в районе которых может происходить разворот цен. Как определяются цели, об этом я расскажу на нашем завтрашнем занятии. А дневной таймфрейм – это тот таймфрейм, на который ориентируется большинство крупных участников рынка. Большинство крупных участников рынка ориентируется на дневной таймфрейм. И вы можете в этом с легкостью убедиться, посетив семинар, еженедельный обзор финансовых рынков. Вы увидите, как крупные трейдеры реагируют на те или иные изменения в рыночной динамике, как рыночная динамика реагирует на действия тех или иных трейдеров. Так вот, если вы посмотрите на дейли, вы увидите, что дневной таймфрейм – это тот таймфрейм, который является неким оптимальным таймфреймом с точки зрения надежности сигнала, который вы получаете на данном таймфрейме, и частоты его появления. Потому что второе также очень важно. Я думаю, что никому не хочется сидеть и ждать сигнал полгода, а потом открыть позицию и держать ее несколько лет. Ну, по крайней мере, судя по моему личному опыту, сейчас нас примерно 200 человек в аудитории. И, ну, я имею в виду, естественно, вас, онлайн-зрители. И, соответственно, из вас, наверное, максимум один человек может быть приверженцем подобной торговой концепции. Поэтому я ее, в принципе, даже не рассматриваю. А вот дейли таймфрейм – это тот таймфрейм, на котором можно принять оптимальное решение с точки зрения, с одной стороны, отношения потенциальной прибыли к рискам, с другой стороны, времени реализации данного торгового сигнала и частоты появления данного сигнала на рынке. Далее, H4, H1 – это таймфреймы, которые используются для торговли, так скажем, внутринедельной. И об этой торговле мы будем говорить, сразу отмечу, лишь вскользь на наших последних занятиях. То есть наша задача – это разобрать самую простую, самую одновременно с этим предсказуемую во многом и надежную торговлю, торговлю на дневных таймфреймах. Это то, о чем мы с вами, дамы и господа, поговорим. Дневные таймфреймы, поэтому, являются для нас основой основ, являются для нас тем таймфреймом, который является для нас, так как вы знаете, индикатором вообще того, что нам нужно предпринимать далее на финансовых рынках. Так вот, возвращаясь к данному пункту плана, пункту плана номер один, можно ли сейчас торговать на рынке? Как это определяется? Определяется это, дамы и господа, следующим образом. Определяется это в рамках концепции тренда. Я уверен, что многие из вас уже слышали и знакомы с данной концепцией, но я хотел бы внести в данную концепцию несколько важных дополнений, несколько важных таких ремарок. Тренд, если вы не знакомы с данным определением, это направленное движение цены на рынке. Тренды чаще всего бывают восходящими и нисходящими соответственно. Восходящий тренд – это направленное движение цены, в котором каждый последующий максимум выше, чем предыдущий, как указано стрелочками, а каждый последующий минимум выше или равен предыдущему. Он может быть равен предыдущему, это, к слову, очень-очень важно. Нисходящий тренд, соответственно, это направленное ценовое движение, когда рынок снижается, когда он движется в медвежьем движении, движется вниз, и когда каждый последующий минимум ниже, чем предыдущий, каждый последующий максимум также ниже, чем предыдущий. При этом подобных, как торговать восходящие и нисходящие тренды, мы с вами поговорим на наших следующих занятиях. Сегодня я хотел бы отметить, что самое главное в контексте определения того, можно ли сейчас торговать на рынке, это ответ на вопрос, а не находится ли рынок в боковых трендах, в тех трендах, два варианта которых изображены в нижней части слайда. Это так называемый треугольник слева. Это формация, в рамках которой рынок движется в неком затухающем движении, когда каждый последующий максимум, который формируется на рынке, визуально, на дневном таймфрейме, ниже, чем предыдущий, каждый последующий минимум выше, чем предыдущий. То есть, если вы визуально, исключительно визуально соедините верхние максимумы и минимумы, то, соответственно, вы увидите, что линии соединения пересекаются, то есть на рынке так называемый треугольник. Треугольник важен для нас тем, что если мы его видим на графике, и рынок находится внутри данного треугольника, то есть цена еще не вышла вверх или вниз из данного треугольника, торговать на рынке нельзя. Это первое. И это, пожалуй, самое важное, поскольку, если вы видите на рынке треугольник, то вы должны четко понимать, почему треугольник формируется. Треугольник формируется, я сейчас покажу вам в редакторе графически, почему формируется треугольник. Он формируется, допустим, вот рынок двигался, возьму немножко более жирный маркер. Треугольник формируется следующим образом. Рынок, ну скажем, рост. Затем вы видите, что вместо того, чтобы продолжить рост, на рынке наблюдается, ну примерно вот такая вот ситуация. Обратите внимание, что если вы визуально теперь соедините максимумы, ценовые, первый максимум, второй максимум, соедините их исключительно визуально, сейчас точность не играет абсолютно никакой роли, и соедините соответствующие минимумы визуально таким вот образом, эти линии пересекаются. Вот тот факт, что они пересекаются, означает, что на рынке есть классический треугольник. Треугольник торговать нельзя. Пока рынок находится в треугольнике, торговать нельзя. По одной простой причине. Когда рынок находится в треугольнике, он может выйти из него как вверх, так и вниз. И вы можете в этом с легкостью убедиться. Примерно с 50% вероятностью. То есть, с одной стороны, мы не знаем, в каком направлении рынок выйдет из данного треугольника. С другой стороны, мы не можем четко рассчитать риски в этой сделке и потенциал прибыли. Отмечу, что вообще сама суть. Почему треугольник формируется? Треугольник формируется потому, что участники рынка, смотрите, тренд был бычий, участники рынка были уверены, что этот актив, ну, предположим, это евро, евро двор. Предположим, что этот актив интересен с точки зрения покупок. Его покупали, соответственно, крупные участники толкали, толкали, толкали рынок вверх. А если рынок прекратил свой рост, это означает, что крупные участники уже не уверены в том, что покупки являются настолько хорошей идеей, как и ранее. Более того, они не готовы покупать выше тех максимумов ценовых, которые формировались ранее. С другой стороны, агрессивных распродаж на рынке тоже не наблюдается, и участники рынка не готовы продавать ниже тех минимумов, которые формируются на графике. Это говорит о том, что на рынке неопределенность. То есть участники рынка, профессиональные участники рынка, не стремятся наращивать агрессивно объем открываемых вновь позиций на рынке и не пытаются таким образом угадать, в каком направлении цена выйдет из данного треугольника. Если, соответственно, большинство участников рынка, если крупные участники рынка, если профессионалы не желают угадывать, в каком направлении цена выйдет из данного треугольника, то возникает вопрос, а нужно ли нам с вами угадывать, в каком направлении цена выйдет из данного треугольника. Естественно, вероятно всего не нужно. Не вероятность его, а точно не нужно угадывать в каком направлении цена выйдет. Потому что, дамы и господа, разница между трейдингом и гемблингом, мне очень нравятся параллели, когда проводят параллели с азартными играми и торговли на финансовых рынках. На самом деле, насколько торговля на финансовых рынках будет являться азартной игрой для человека, и именно в таком контексте, определяет сам человек. То есть, если мы с вами будем говорить о том, что, допустим, мы видим треугольник, мы не знаем, куда цена выйдет из данного треугольника. В рамках нашего сегодняшнего диалога, когда мы говорим о том, как надо делать, мы говорим о том, что торговать нельзя. То есть, если мы видим треугольник, значит, участники рынка не считают нужным наращивать объем позиций, который они открывали ранее в каком-то направлении. То есть, они не уверены в том, что движение продолжится в каком-то конкретном направлении и часто ждут какую-то конкретную точку на рынке. Часто выход какой-то важной новости. Это может быть политическое решение, финансовое решение, экономическое решение. Это не важно в настоящий момент. Важно, что профессионалы ждут. В таком случае возникает вопрос, зачем нам с вами принимать какие-то решения в рамках данного треугольника. Отличное от решения не торговать в данном треугольнике. И если мы с вами, тем не менее, выбираем ответ на вопрос, можно ли торговать, если мы отвечаем да, можно торговать, то мы автоматически шагаем с вами, делаем такой широкий шаг в сторону отношения к трейдингу, как к азартным играм в плохом смысле этого слова. И это выбор. То есть это исключительно вопрос выбора. Очень много трейдеров, которые торгуют. Посмотрите PAM-счета. Откройте рейтинг PAM-ов. Посмотрите, сколько средств управления находятся у трейдеров, которые являются профессиональными управляющими. Ну, с точки зрения того объема инвестиций, который у них есть, того объема инвестиций, которые они сами сделали в свои PAM-ы. И вы увидите, что да, действительно, трейдинг это та среда, в которой люди регулярно и очень многие люди регулярно делают достаточно серьезные деньги. С другой стороны, это та среда, в которой, пожалуй, еще большее количество людей регулярно принимает эмоциональные решения, регулярно относится к трейдингу как к азартной игре, регулярно торгует бессистемно, регулярно торгует без торгового плана и регулярно получает соответствующий результат. Поэтому, дамы и господа, ключевая мысль всего того, о чем я сейчас говорю, заключается в том, что вопрос, является ли трейдинг азартной игрой, это вопрос индивидуальный. Для кого-то он может являться азартной игрой, а для кого-то являться основным источником дохода. Это принципиально важно. Это принципиально важно понять, я считаю, особенно если вы только начинаете изучать процесс торговли на финансовых рынках. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте. Первый вопрос, вопрос Виталия. Как вы показаете в вашей личной торговле средний доход процентов в месяц? Я действительно, Виталий, торгую, инвестирую на финансовых рынках. Я придерживаюсь консервативной концепции торговли. Моя цель, скажу вам, моя цель с точки зрения инвестирования и торговли на финансовых рынках, заключается в превышении банковской доходности, ну хотя бы я ставлю цель в 2-2,5 раза. То есть это те цели, которые я перед собой ставлю. Последнее время, к счастью большому, эти цели не только достигаются, но и достигаются в большей степени, нежели я планировал. Но по большому счету это те цели, которые я ставлю перед собой. То есть я достаточно консервативен в вопросе выбора инвестиционных инструментов, финансовых инструментов, точек входа в рынок и так далее. Я не занимаюсь краткосрочной торговлей, потому что по моему личному мнению это неэффективное использование личного времени. Ну без обид, если кто-то торгует краткосрочно. По той причине, что, ну возможно это связано с тем, что я являюсь, как я уже упоминал сегодня, являюсь программистом по первому моему образованию. Я пишу торговых роботов. И я считаю, что именно торговые роботы должны торговать краткосрочно. Потому что торговые роботы, по сути, это реализация вашей торговой идеи, которая дает вам возможность не сидеть перед монитором, не мониторить рынок 4 часа в сутки, а заниматься своими делами и администрировать этот самый торговый робот. Ну это мое личное мнение. Поэтому надеюсь, что на ваш вопрос ответил, Виталий. Следующий вопросик. Есть ли расширяющийся боковой тренд противоположность треугольнику? Ну в настоящий момент, смотрите, Андрей, и главное, вот, выяснить тот паттерн, который я хочу вам показать. Я хочу показать именно треугольник, то есть именно тот паттерн, который вы только что видели на слайде. Я сейчас покажу, как он выглядит в реале, так скажем, на реальном графике. То есть самое главное сейчас это запомнить, зарисовать, сфотографировать, сделать скриншот данных паттернов. Боковой паттерн номер один, треугольник, мы о нем еще будем говорить на наших следующих занятиях. Сейчас главное понять, что в боковых трендах мы с вами, дамы и господа, торговать не будем, потому что боковые тренды, которые можно отнести как треугольники, так и второй тип бокового тренда, так называемый флет, коридор, когда рынок стоит на одном месте, он представлен в нижней части слайда справа, в них торговать мы с вами не будем, потому что абсолютно непонятно, в каком направлении рынок выйдет из данных флетов и треугольников, из этих боковых трендов. Когда на рынке наблюдаются такие формации, это автоматически говорит нам о том, что направленной тенденции на рынке в настоящий момент нет. она приостановилась, она возможно развернется, то есть существует очень много но. Эти но нам с вами абсолютно не нужны. Нужен должен быть четкий ответ на вопрос, можно торговать или нельзя. Так вот, если вы видите наличие на рынке бокового тренда, то торговать в рамках той торговой концепции, которую мы взбираем, нельзя. Потому что куда цена выйдет из треугольника или куда она выйдет из флета, в большинстве случаев предугадывать не имеет абсолютно никакого смысла. Вы получите большой риск при попытке угадать подобные вещи и незначительный, как правило, потенциал прибыли. Поэтому в 99% случаев игра свеч абсолютно не стоит. То есть ответ на вопрос, можно ли сейчас торговать на рынке, должен строиться на основании следующих шагов. Первое. Это определение, можно ли сейчас торговать на рынке. На daily timeframe, открываем daily timeframe и смотрим на дневной таймфрейм на последнее движение рынка. Как правило, это будут последние, может быть, 20 свечей, 25 свечей. Если вы видите, что рынок находится в формациях, представленных в нижней части слайда, это слева треугольник, который вы можете идентифицировать визуально, построив линии, соединяющие максимумы и минимумы. Соответственно, если эта линия пересекается, перед вами треугольник. Если цена находится вот здесь, внутри треугольника, ничего предпринимать не нужно. Дальше мы в рамках данного торгового инструмента ничего не предпринимаем и не движемся дальше. Если рынок находится во втором варианте формации, во флете, который представлен в правой нижней части экрана, мы также ничего не предпринимаем. Потому что смысл флета, а флэт это вот такое движение цены, абсолютно идентичен. Абсолютно неясно, куда рынок будет двигаться далее из данного флета. И предполагать о том, куда он выйдет, не имеет абсолютно никакого смысла. Я сейчас подробнее расскажу, почему. И уже появился вопросик. Можно ли в боковые тренды добавить тот, который вы назвали, Андрей? Вы знаете, я думаю, что нет. По крайней мере в контексте тех того пункта, плана, который мы с вами разбираем. То есть я думаю, что самые коварные, ну с точки зрения торговли на рынке, с точки зрения торговли начинающих трейдеров на рынке формации, это флэт и треугольник. О треугольнике я немножко рассказал. Расскажу подробнее о флете. В чем причина, по которой я не рекомендую рассматривать его как достойный, внимание, участок рынка. Причина проста. Боковой тренд или флэт – это движение примерно такого характера, когда рынок находится практически на одном и том же месте. Это то, что вы можете обнаружить, определение, которое вы можете обнаружить на большинстве книжек, посвященных техническому анализу. Я являюсь, я не являюсь сторонником торговли в боковом тренде, несмотря на то, что вы можете найти в интернете торговые системы, основанные на торговле в боковых трендах, и я могу аргументировать свою позицию. Моя позиция заключается в том, что если мы с вами посмотрим, как формируется вот этот самый боковой тренд, мы сразу же поймем, что торговать в нем чаще всего не имеют абсолютно никакого смысла. Как правило, боковой тренд состоит из пяти движений. То есть, как правило, он выглядит таким образом. Это раз, два, три, четыре, пять. И, как правило, на пятом движении или на последующем движении цена выходит из этого самого бокового тренда, вверх или вниз, соответственно. Но самое интересное при этом, дамы и господа, заключается в том, что если вы проведете простейший эксперимент и нарисуете схематическую картинку, когда вначале рынок находится в восходящем тренде, то есть он растет, а затем формируется боковой тренд, вы увидите очень интересную вещь. Смотрите, я изобразил восходящий тренд. Давайте теперь предположим, что я изображу, и мы с вами это знаем, я изображу боковой тренд. Первое движение. Можем ли мы в этот момент идентифицировать на рынке боковой тренд? Нет, не можем. Сформировался новый максимум, вот он. Но этот максимум выше, чем предыдущий, то есть никаких предпосылок пока что к формированию бокового тренда нет. Хорошо. В таком случае рынок опять продолжает двигаться дальше. Формируется минимум. И в таком состоянии рынка также нет сигналов о том, что мы находимся с вами в боковом тренде. Следующее движение. Рынок движется вниз. И когда рынок отбивается от нижней границы этого коридора, когда цена находится примерно вот здесь, в этот момент времени мы с вами, дамы и господа, можем идентифицировать на рынке боковой тренд, и это происходит в тот момент времени, когда мы видим первое, второе, третье, четвертое, пятое движение. То есть мы с вами, дамы и господа, можем идентифицировать наличие бокового тренда на рынке, когда боковой тренд находится в пятой волне. А по статистике большинство боковых трендов пробивается именно в пятой волне. То есть, если вы откроете книжечки по техническому анализу, вы очень часто можете встретить торговую тактику, в рамках которой предлагается примерно следующее. Предлагается, если вы видите, что рынок находится в боковом тренде, допустим, вот в таком боковом тренде, предлагается делать следующее, когда рынок подходит к верхней границе, вот здесь, открывать позиции на продажу, ожидая, что рынок придет вот сюда. Опять вернется к границе данного флета. Но давайте вернемся к нашей схеме. Мы видим, что мы можем идентифицировать на рынке флэт, когда флэт по определению подходит к своему логическому завершению. Большинство выходов из флэта, то есть, точек, когда флэт прекращает свое существование, и либо тренд продолжается, который имел место ранее, либо он разворачивается, большинство таких выходов происходит на пятой или шестой волне, соответственно. То есть, когда вы видите, что на рынке сформировался флэт, как правило, в этот момент торговать его уже поздно. По определению поздно. Естественно, бывают исключения, исключительные ситуации, но их настолько мало, что я бы рекомендовал игнорировать флэты как возможность для торговли. Нужно ждать, в каком направлении рынок выйдет из данного флэта, и тогда уже принимать торговые решения. Поэтому, если вы видите ситуацию, когда на рынке либо треугольник, либо флэт, на daily time frame, первое решение, которое вы принимаете, торговать данный финансовый инструмент нельзя. Можно посмотреть на него через 2-3 дня, может быть, через недельку, и, возможно, когда рынок выйдет из данного флэта, из данного треугольника, будет очень интересна точка входа. Но пока что ее нет. Я сейчас посмотрю на ваши вопросики, а потом покажу, как это все работает на ценовых графиках. Вижу длинный вопросик Сергея. Я понял. Постараюсь максимально уложить ваш вопрос в несколько предложений. Для тех, кто не успел его прочитать, вопрос задает Сергей следующий. Если на рынке формируется треугольник на таймфрейме недельном, то есть большего масштаба, ну и вроде как торговать не стоит, но при этом на меньших таймфреймах, например, на дейли или на H4 формируются сигналы на покупку или на продажу. Стоит ли относиться к данным сигналам как сигналам, достойным внимания или же нет? Вы знаете, Сергей, я думаю, что если мы в контексте нашего сегодняшнего семинара говорим именно о дейли, то есть можно ли сейчас торговать на рынке, мы определяем на дейли таймфрейме. Поэтому самый главный таймфрейм – дейли. Если на дейли все нормально, если на дейли нет треугольников, то можно торговать. Но отмечу, ваш вопрос очень хорош на самом деле, тем, что действительно, если вы видите треугольник на таймфрейме неделя, то, конечно же, ожидать развития каких-то мощных трендов внутри данного треугольника на дневном таймфрейме не стоит. То есть в этом случае имеет смысл использовать более близкие цели, когда вы открываете позиции в таких случаях, и учитывать наличие вот этого самого треугольника на большем таймфрейме. То есть его нельзя ни в коем случае игнорировать, потому что если его игнорировать, то вы попросту попадете в ситуацию, когда цена достигает границы этого самого масштабного треугольника или флета, и в районе этой границы может стоять, если это недельный или месячный, тем более треугольник, может стоять, ну, допустим, 2-3 недели. Это вот ситуация, которая имела место, если вы посмотрите британский фунт, я думаю, на следующем занятии мы поговорим об этом. Британский фунт несколько недель назад подошел к уровню поддержки, к нижней границе таймфрейма месяц, то есть одного из самых масштабных таймфреймов, и подойдя к этой границе, он колебался в ней, ну, вот до пятницы. То есть он колебался там, если не ошибаюсь, почти месяц. Вот как реагируют дневные таймфреймы на треугольники большего масштаба. Поэтому в идеале, конечно же, исключить из торгового листа такой финансовый инструмент, но это, пожалуй, ну, такая чрезмерная перестраховка. Я бы рекомендовал, если вы видите, что вы не находитесь в настоящий момент в данном инструменте в точке реализации данного треугольника, в апексе, так называемом, в точке, где сходится данный треугольник. То есть если движение, потенциал движений еще достаточно размашист, и на дневных таймфреймах цена может прийти в очень интересное расстояние, то вполне можно торговать. Но при этом помнить четко, что цели будут крайне ограничены. Это будут границы данного треугольника, который вы видите на большем таймфрейме. Мы об этом поговорим на наших следующих занятиях, поэтому, если, дамы и господа, вы не знакомы пока с терминами уровня поддержки, сопротивления, то ничего страшного. Мы об этом подробно поговорим на нашей следующей встрече, на нашем завтрашнем занятии. Обязательно добавлю, Николай, этот рисунок. Я вообще модернизирую все презентации по мере появления комментариев, вопросов, рекомендаций и абсолютно с вами согласен. Обязательно добавим этот рисунок, подготовим его, думаю, на следующую группу обучения. Я его успею добавить. Ну что ж, какие у вас еще есть вопросики? Может быть, по этим схемкам есть вопросики? По боковым трендам? Почему мы их не торгуем? Если непонятно, пожалуйста, пишите. А я пока открою торговую платформу и покажу вам, как анализировать график с этой точки зрения. Анализировать его очень просто. Вы открываете график. Можно открывать его примерно в таком формате, который вы видите сейчас на экране. И смотрите на последнее, ну, буквально там 20-30 свечек, не больше. Последний кусочек графика. Если вы на этом кусочке графика не видите треугольник или флэт, на первых этапах я настоятельнейшим образом рекомендую вам распечатать данный слайд. Если вы его не зарисовали, не сделали скриншот, не сфотографировали, я могу выслать вам, повторюсь, краткую презентацию нашего сегодняшнего диалога и моего сегодняшнего выступления на электронную почту. По вашему запросу я почту скидывал в чат, могу после завершения семинара еще раз продублировать. И чтобы обязательно у вас это было перед глазами. По крайней мере на первых порах это принципиально важно. Это упростит процесс идентификации этих самых боковых трендов. Вы сэкономите просто кучу времени себе. Итак, на британском фунте, мы сейчас с вами смотрим британский фунт, треугольников и флетов нет. При этом обратите внимание, дамы и господа, на следующий момент очень важный. Я немножко отмотаю график в прошлое, чтобы продемонстрировать вам, как выглядел флет, один из видов флета, который сформировался в марте, апреле месяце, в середине марта и продолжался он до середины апреля. Вот этот кусочек графика, этот кусочек графика, это классический, он может быть не совсем такой наглядный, естественно, не такой красивый, как на схеме, но тем не менее, это, дамы и господа, треугольник. Поскольку, если мы посмотрим на минимумы, ну вот визуальные точки разворота цены, сверху вниз, вот они есть, первая точка, вторая точка, визуальные точки разворота рынка, снизу вверх, вот первая точка, вот вторая точка, мы о них пока что говорим лишь в общих чертах, я подробно об этих точках расскажу завтра. Сейчас важно понимать, почему я провел линии именно таким образом, то есть я просто соединил эти верхние и нижние точки соответственно, и эти линии, как видите, они где-то пересекаются, то есть это говорит о том, что на рынке треугольник, а когда на рынке треугольник, принимать никаких решений не стоит, потому что по большому счету неизвестно, куда выйдет рынок из данного движения. На занятии, посвященном торговле с крупными участниками рынка, когда вы увидите, как крупные участники рынка открывают позиции, в каком направлении они наращивают позиции, вы увидите действительно мощнейший инструмент, который позволяет с определенной долей вероятности определять, куда может выйти рынок из данного треугольника, потому что мы можем видеть, в каком направлении крупные участники наращивают объем позиции, то есть на продажу внутри треугольника или на покупку. Но, повторюсь, это не означает, что нам с вами нужно угадывать, куда выйдет цена из треугольника, потому что угадывание вот таких вещей, по моему личному мнению, с трейдингом ничего общего не имеет. С трейдингом, когда мы рассматриваем трейдинг, исследование торговому плану, исследование и движение к вашей стратегической цели, к той цели, варианты которых мы рассматривали в начале нашего сегодняшнего диалога. То есть вот этот треугольник, не самый идеальный вариант, я специально его выбрал, но он был недавно, смотрите, он сформировался буквально в прошлом месяце, и вот он реализован вот таким образом. Вы видите, вначале рынок вышел из этого треугольника вниз, потом вернулся вверх к максимуму этого треугольника и сейчас растет. Почему он вернулся, почему он растет сейчас? Об этом мы говорили на самом деле на семинаре, посвященном анализу финансовых рынков сегодня. Если вы не являетесь новичком, и вам это интересно, или если вы являетесь новичком, и вам это интересно, то я думаю, что либо сегодня, но сегодня вечером, наверное, не успеем, завтра, я думаю, где-то в 11-12 часов дня к этому времени будет залит на YouTube корпоративный семинар. При желании вы сможете с ним ознакомиться. Семинар, посвященный обзору финансовых рынков, на котором мы подробно вот этот конкретный пример разбирали. Сейчас важно, что никаких треугольников или флетов нет. Если треугольников или флетов нет, в данный конкретный момент времени торговать можно. То есть ответ на пункт плана номер 1 для британского фунта. Можно ли сейчас торговать на рынке? Да, можно. То есть можно двигаться ко второму пункту плана. Со звуком все в порядке? Я постараюсь. Звук есть, есть, есть. Ну что ж, если звук есть, в таком случае продолжаем. Вижу вопросик Игоря. Бывают ли еще какие-либо тренды? Да, Игорь, бывают. Мы о них поговорим подробно завтра и на наших последующих занятиях. Спасибо большое за вашу реакцию, дамы и господа. Я понял, звук есть. Спасибо вам большое. Отвечая на вопросик Игоря. Бывают ли еще какие-либо тренды? Да, бывают. Бывают направленные тенденции, когда рынок движется вверх или вниз. О них мы подробно поговорим завтра и послезавтра. И больше вопросиков, как я вижу, не было. Ну что ж, в таком случае движемся далее. Если по фунту, по данному конкретному примеру нет вопросов, тогда я двигаюсь далее. Для любого абсолютно, обратите внимание, дамы и господа, очень важно. Я сегодня говорил об универсальности. Я говорил о том, что я считаю, что торговая система должна быть универсальной и применима на любом абсолютно таймфрейме и финансовом инструменте без каких-либо переделок и внесения каких-либо фундаментальных правок. И, соответственно, если вы откроете, предположим, тот же самый фунт, доллар, и в качестве, исключительно в качестве примера, мы с вами посмотрим на меньший таймфрейм, мы увидим те же самые формации, мы увидим те же самые треугольники или их отсутствие. То есть, вне зависимости от того, как в будущем вы планируете торговать и будете торговать на длительных дистанциях, на дейлий таймфрейме или краткосрочно, данная концепция поведения на рынке, планирование вашего поведения на рынке может быть применимо практически на 100%, даже на таймфрейме М5 или на таймфрейме М1. Давайте посмотрим на следующие финансовые инструменты. Допустим, что у нас есть еще интересное. Допустим, сейчас доллар и иена. Доллар против японской иены. Доллар и иена. На рынке доллар и иены – это дневной таймфрейм, японская валюта. Как вы считаете, вот по вашему мнению, дамы и господа, можно ли сейчас торговать на этом рынке? То есть, есть ли на рынке треугольник или флэт? Есть ли на рынке одна из вот этих нижних формаций, боковых трендов? Еще раз покажу доллар и иену. Напишите, пожалуйста, можно, если то да или плюсик, а если нельзя, по вашему мнению, то минус или нет. Отлично. Но я вижу вообще практически единогласно. Спасибо вам большое за реакцию. Действительно, на самом-то деле, дамы и господа, вы абсолютно правы. Потому что на рынке формируется треугольник. Здесь даже такая ситуация, когда практически два треугольника, один в одном. Вот первый. То есть, если вы визуально соедините максимумы, визуально, которые сформировались на графике, и визуально соедините минимумы, которые сформировались на графике, то вы увидите, что линии пересекаются. Кому-то проще определять подобные вещи, кому-то сложнее. Если вам сейчас сложно это определять, ничего страшного в этом нет абсолютно. Обратите внимание, я не придерживаюсь в данном конкретном случае какой-то жесткой концепции установки этих линий. О том, когда нужно жестко устанавливать конкретные правила установки линий, мы поговорим завтра. Сейчас главное понять сам принцип. Рынок находится и консолидируется, то есть движется в диапазоне. Движение становится все более слабым. То есть какого-то такого мощного импульса на рынке нет. А если мощного импульса на рынке нет, если мы видим вот такую ситуацию, если мы видим, что рынок находится в треугольнике, это означает, что действительно вы совершенно правы, те, кто написал, что на рынке треугольник, флэт, минус. Торговать на рынке нельзя. Но это не означает, что просто торговать на рынке нельзя, и мы теперь никогда не будем торговать доллар-иену. То есть мы с вами, дамы и господа, должны четко понимать, Если сейчас торговать нельзя, то когда будет торговать можно, по нашему мнению. То есть должен быть не просто план, что мы делаем сейчас, а я вам покажу в будущем. Наверное, сегодня это будет слишком много информации, если я вам покажу. У вас должен быть такой, знаете ли, лист тех инструментов, которые вы планируете торговать. И эти инструменты в идеале должны быть ранжированы, подсвечены, под цветами выделены. Те инструменты, которые могут дать наилучший результат в торговле на финансовых рынках. Вот подобный инструмент я вам покажу, пожалуй, в наших следующих занятиях. Мы его также разбираем на нашем еженедельном обзоре финансовых рынков по понедельникам. И это табличка, которую можно ввести в онлайн режиме, в Google документах, в Excel, как вам удобно. В которой вы по каждому инструменту, который вы торгуете, вы введете такую табличку, вы пишете примерно, когда на этот инструмент стоит обращать внимание. Вот допустим, доллар и иену в настоящий момент, она находится в треугольнике. Когда цена выйдет из данного треугольника, ну, очень маловероятно, что это произойдет сегодня или завтра. Чаще всего, ну, вероятнее всего, по моему мнению, это произойдет где-то 2, в течение 2-3, возможно, дней. И, соответственно, в течение где-то 2-3 дней будет иметь смысл посмотреть еще раз на рынок, подумать, а что же здесь, ну, может быть, появится сигнал, может быть, рынок выйдет из этого треугольника. Если же рынок продолжит колебаться в данном треугольнике, ну, например, будет двигаться вот таким образом, то, естественно, что он будет оставаться в боковом тренде и торговать этот рынок будет нельзя. Отлично. Движемся далее. Любой финансовый инструмент можно анализировать по такой концепции. Любой инструмент абсолютно польский злотый, просто в качестве злотый, ну, просто в качестве какого-то экзотического примера привожу. Можно ли сейчас торговать на рынке? На рынке, почему польский злотый? Потому что это экзотика, потому что вообще валюты, так скажем, которые торгуются не так активно, как евро, американский доллар или японская иена, это экзотика. Польский злотый – это экзотика. Но, тем не менее, вне зависимости от того, какой инструмент вы анализируете, рассматриваете, даже если мы говорим о польском злотом, то в данном случае никаких треугольников, флетов на рынке не наблюдается. Их нет. Рынок снижается и, по большому счету, есть, возможно, даже некая направленная тенденция. Об этом мы поговорим завтра с вами. Как определять направленную тенденцию, в каком направлении нужно торговать на рынке. Главное, что торговать на рынке можно. Вот этот кусочек графика сразу же бросается в глаза, дамы и господа. Смотрите, вот этот кусочек графика. Это тот кусочек графика, который сформировался в феврале 2015 года. Это тот кусочек графика, когда визуально, если бы мы с вами провели линии по минимумам и максимумам цен, мы бы увидели, что рынок находился в треугольнике. И пока рынок находился в треугольнике, торговать было нельзя. Когда рынок вышел из данного треугольника, когда началось движение из данного треугольника, первый пункт плана выполнился, то есть торговать на рынке стало можно. И это то, что я хотел вам сегодня показать в рамках нашего сегодняшнего общения. Первый пункт плана, можно ли сейчас торговать на рынке. Ну что ж, у нас осталось не так много времени, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросики по всему тому объему материала, который мы с вами сегодня разобрали. Давайте еще раз вспомним, о чем мы с вами сегодня говорили. Я пока буду с вами вместе вспоминать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их, и я на них также отвечу. Итак, первая идея, которую я хотел донести, заключается в том, что, во-первых, трейдинг – это полноценный вид бизнеса, и если вы будете относиться к трейдингу именно так, то все у вас будет отлично. Вам необходимо, если у вас еще нет четкой сформированной цели, сформировать ее. То есть это может быть конкретная финансовая цель и время ее достижения. Это может быть цель, связанная с, предположим, управлением инвестициями, или суммой инвестиций в управлении. То есть цель, связанная с торговлей или инвестированием. То есть вот с тем, как вы хотите, что вы хотите конкретно от финансовых рынков. У каждого будет свой собственный ответ. Поверьте, здесь единых ответов, таких на 100% скопированных практически не будет. Стратегия достижения цели. Когда вы хотите просто увеличить капитал в десятки и в сотни раз, я не рекомендую вам на нее обращать внимание, потому что это стратегия, которую выбирает огромное количество новичков, но которая, тем не менее, в очень ограниченном количестве случаев подходит исключительным профессионалам. Тем, кто годами уже торгует на рынке и понял, что хочет начать торговать сверх агрессивно. И понимая при этом, что может в любой момент потерять практически весь капитал. Поэтому я не рекомендую такую стратегию достижения цели. Я рекомендую стратегию достижения цели, в рамках которой вы торгуете по плану и формируете статистику, потому что статистика – это самый главный актив трейдера. Это самое главное, что есть у трейдера. Потому что именно статистика позволяет в будущем, если вы ставите цель привлечь инвестицию и стать профессиональным трейдером, привлечь инвестицию и стать профессиональным трейдером, Если вы ставите перед собой цель сделать трейдинг полноценной частью вашей жизни и не привлекать инвестиции, но торговать самостоятельно, статистика позволит вам стать уверенным в том, что вы правы и в том, что данная концепция действительно работает или же, например, убедиться в том, что она недостойна вашего внимания и не дает тех результатов, которые вы ожидали от нее. То есть вы в любом случае получите некий результат. И, соответственно, для того, чтобы достичь цели, какой бы она ни была, если она была связана с трейдингом, вам нужно торговать по плану, формировать статистику. Это самый простой и самый, как это ни странно, это наименее рискованный путь, нежели торговать, рискуя в каждой сделке всеми своими деньгами. Что, к слову, по моему личному мнению, вообще редко имеет отношение к трейдингу в принципе, а является скорее разновидностью азартных игр в плохом смысле этого слова. Следующее. Торговый план. Торговый план должен включать в себя пять пунктов, два из которых принципиально важны. Первый пункт. Определяем, можно ли торговать на рынке. Второй пункт. В каком направлении. Третий пункт. Где мы входим в рынок, где выходим из него. Четвертый и пятый пункт. Определяем риски, потенциал прибыли и объем позиции. Четвертый и пятый пункт игнорируются, особенно начинающими трейдерами, чаще всего. И именно вследствие этого, вследствие того, что четвертый и пятый пункт либо исключаются полностью, либо исключаются частично, трейдеры теряют деньги на рынке. Это главная причина. Потому что, по моему личному опыту, это, в частности, та концепция, которой я следовал в начальных этапах изучения финансовых рынков. Я считал, что первых трех пунктов плана вполне достаточно. То есть, понять, в каком направлении торговать, где открывать позицию, где закрывать. Дамы и господа, открою вам небольшой еще один секрет. Сегодня уже открывал секреты. На самом деле, то, как вы конкретно определяете вход в рынок, то есть, на основании каких индикаторов вы определяете вход в рынок, это не так важно, как может показаться на первый взгляд. Самое важное, как это ни странно, опять же, на первый взгляд, это то, как вы управляете рисками и капиталом вашим. Это самое-самое главное. Еще раз повторюсь, что вы в любом случае, если вы будете упорно изучать процесс торговли на финансовых рынках, вы придете к мысли о том, что да, риск менеджмент, мани-менеджмент, управление капиталом и рисками, четвертый и пятый пункт плана – это самое главное. Но вопрос заключается в том, а сколько придется собственных средств инвестировать в открытие торговых счетов для того, чтобы прийти к этому. Вот это главный вопрос. И это вопрос открытый. И решение данного вопроса за вами, дамы и господа. То есть, если вы постараетесь максимально принять этот факт как данность, что если вы нарушаете пункт плана номер 4 и номер 5, то, ну, считайте, что в долгосрочной перспективе вы потеряли свои деньги. Вы потеряли вашу инвестицию. Вы нарушили вашу торговую статистику и сделали первый шаг к ее уничтожению. Мы еще не разбирали эти четыре пункты плана, но я заранее акцентирую на этом ваше особое внимание. Четвертый и пятый пункт плана – это самое-самое главное. А первые три – это важно. Но это то, где у вас есть простор для выбора. Я говорил о том, что у трейдера есть простор для выбора. Вы можете выбрать, как торговать долгосрочно, краткосрочно, среднесрочно, сколько времени уделять данному процессу, когда торговать, в какое время дня или ночи, на основании каких инструментов определять вход в рынок, какими инструментами торговать. Кому-то понравится валютный рынок, кому-то очень понравится, возможно, рынок драгоценных металлов или рынок фьючерсов. Это вопрос выбора. Это вопросы, в которых есть гибкость. И это вопросы, относящиеся к первым трем пунктам плана, где у вас есть выбор и где вам им нужно пользоваться максимально. А четвертый и пятый пункт плана – это там, где у вас выбора нет. Практически никакого выбора нет. Там, где есть лишь аксиоматичность такая некая. Когда вы, если вы следуете данным пунктам плана, все отлично. Если вы мне следуете, то вы присоединяетесь к 95% трейдеров, которые по статистике теряют деньги на финансовых рынках. Статистика такая же, как при открытии и реализации стартапов. Не знаю, в стартапах может быть немножко лучше статистика. Я в детали, конечно, подробно не вникал. То есть я смотрел лишь общие какие-то цифры, но тем не менее статистика именно такая. И вот присоединяться ли к 95% – это вопрос выбора. И этот выбор заключается в том, следуете вы или не следуете четвертому и пятому пункту плана. Поэтому это самое-самое важное. По первому пункту торгового плана, я думаю, что как раз может быть вопрос по первому пункту плана, по треугольничкам. Евро-доллар в данный момент в треугольнике. Давайте посмотрим. Первый пункт плана. Евро-доллар. Евро-доллар в настоящий момент не находится в треугольничке. И я поясню, ну по крайней мере вот в контексте тех 30 свечек, о которых я говорил, я поясню свою позицию. Смотрите, если мы посмотрим на последние движения рынка, они выглядели вот таким образом. Я просто выделяю те точки, где рынок разворачивался. Вот таким вот образом. Примерно вот так. И теперь, если мы исключительно визуально соединим максимумы и минимумы, которые формировались на графике, например, последний максимум, вот эти два максимума, то мы не увидим на рынке треугольник. Я думаю, что я понимаю, о чем, о каком треугольнике вы говорите. То есть в данном контексте нет на рынке треугольника. И на нашем следующем занятии, когда мы будем говорить о ценовых паттернах, мы закрепим данную информацию, и вы получите 100% ответ на ваш вопрос, почему сейчас на рынке нет треугольника. Но это будет завтра. А сейчас, я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите. Вы, скорее всего, говорите о... На одином треугольнике видна как-то... Вот, наверное, вот об этой формации, вот об этой формации, наверное, вы говорите. Здесь треугольник, то есть это потенциальный треугольник, который, возможно, сформируется в будущем. Но сейчас, по большому счету, сейчас мы не видим вот такой ситуации. Мы не видим, что рынок достиг этого максимума. Мы не видим, что рынок отбился от этого максимума. Мы не видим, соответственно, треугольника как такового на графике движения цены. Еще раз повторюсь, что если сейчас это не очевидно, то после нашего завтрашнего занятия, когда мы поговорим о ценовых паттернах, все четко станет на свои места. Потому что паттерны, ценовые паттерны – это основа основ. Это инструмент, позволяющий вам четко идентифицировать, в каком направлении сейчас торговать на рынке. И если такое направление есть, то как понять, в каком направлении торговать, до каких целей рынок может дойти. Следующий вопросик. Как собрать статистику? Вижу вопрос Ирины. Есть множество вариантов, Ирина. Первый вариант, самый простой, это открыть PAM счет, так называемый. То есть это обычный торговый счет, на котором вы ведете торги. И статистика, по которому, публикуется на сайте компании. Я вам покажу. Если вы не знакомы с сервисом PAM счет, есть отдельный раздел рейтинг PAM счетов. Это рейтинг управляющих PAM счетами профессионалов, которые привлекают средства инвесторов, работают с ними и в частности публикуют свою статистику. Вы можете точно так же публиковать статистику. Можно просто для себя, чтобы у вас был такой, знаете, график доходности, который вы можете скинуть кому-то, чтобы продемонстрировать, как вы торгуете. Это очень удобно, если вы планируете привлекать инвестицию в будущем. Я настоятельно рекомендую открывать именно PAM, потому что если сейчас вам кажется, что вы не будете привлекать инвестиции, то, возможно, в будущем вам покажется, что это действительно стоящая мысль, а это стоящая мысль. И, соответственно, для того, чтобы не терять время, я рекомендую сразу открывать PAM счет и постепенно торговать на этом PAM счете, тренироваться на этом PAM счете, пусть небольшими объемами, небольшими рисками, но формировать постепенно статистику, и она будет публиковаться вот здесь, и вы будете иметь ссылочку на ваш PAM счет в частности. Как она выглядит? Она выглядит вот таким образом в рейтинге PAM, если вы кликните на любой PAM счет, вы увидите статистику трейдера в виде графика доходности в процентах. На эту тему есть отдельные семинары, я не хотел бы сейчас останавливаться на этом и тратить ваше время на это в частности. То есть, если вы не знакомы с PAM счетами как с концепцией, как с сервисом, я рекомендую настоятельно с ней ознакомиться, потому что для трейдера это самый лучший, по моему мнению, на сегодняшний день инструмент для того, чтобы стать профессиональным трейдером. Платформа для того, чтобы стать профессиональным трейдером. Следующий вопросик. Что является сигналом выхода из треугольника? Сколько свечей вышло? Уровень открытия-закрытия вышла из линии треугольника или тень тоже? Я отвечу на ваш вопрос, Андрей, завтра. Когда мы разберем уровни поддержки и сопротивления? Я обязательно отвечу на этот вопрос, но давайте сместим его на наши завтрашние занятия. Но мы обязательно об этом поговорим, мы будем регулярно возвращаться к нашему торговому плану. Вижу комментарий Юрия, можно через FX-бук. Это второй вариант. Да, совершенно верно. Следующее. По графику с злотым. Есть зона сопротивления в феврале, торговать ее все же не стоит. Давайте по сопротивлениям, по поддержкам. Я вижу, что вам знакомы эти термины. Но давайте перенесем. Вы мне задайте, пожалуйста, этот вопросик завтра. И я отвечу на ваш вопрос с учетом уровня поддержки и сопротивления, который мы разберем завтра. Хорошо, Андрей? Потому что сейчас оперировать терминами, которые мы не разбирали, я все же активно не хотел бы. Следующий вопросик. Какой должна быть инвестиция на старте? Но вы знаете, Игорь, это вопрос на самом-то деле индивидуальный. Я могу дать следующий ответ. Если говорить конкретно о наработке торговой статистики, во-первых, эта сумма должна определяться следующим образом. Вы должны определить сумму, которую, если вы при самых неблагоприятных, так скажем, раскладах потеряете, чтобы она не оказала деструктивного влияния на вашу семью, на ваш семейный бюджет. То есть, говоря словами одного моего коллеги, трейдера, который регулярно приезжает к нам с семинарами, Кена Веста, это не должны быть milk money, он их называет. То есть, деньги, которые вы не можете потратить ни в коем случае. Это должны быть средства, которые даже при самом, повторюсь, неблагоприятном развитии событий, если вдруг вы их потеряете, что, как вы увидите на занятии, посвященном money management, очень сложно сделать, практически нереально, и я вам это докажу. Но, тем не менее, даже если это по каким-то причинам произойдет, то, чтобы это не оказало негативного влияния на ваш семейный бюджет и на вас в частности. При этом, эта сумма одновременно с этим должна быть такой, чтобы вы относились к ней серьезно. Потому что, вот, демо-счет, причина, почему я его не рекомендую, несмотря на то, что раньше я был приверженцем демо-счетов, ну, имеется в виду, я рекомендовал торговать на демо-счетах, формировать статистику, потом приходить на реальные счета. Сейчас я считаю, что, я пришел к выводу, что демо-счета не дают возможности трейдеру относиться к ним серьезно. Очень часто это так. Трейдер думает, ну, демо-счет поторговал, ну, где-то начал торговать неправильно, открою новый демо-счет. Это неправильно. Это не системный подход. Это толкает трейдера на недисциплинированную торговлю. Не нужно провоцировать себя на недисциплинированную торговлю. Я думаю, что самый простой вариант для того, чтобы развивать в себе дисциплину, следование торговому плану, изучая торговый план, чтобы понять, насколько он вообще в принципе вам подходит или не подходит, например, та торговая концепция, которую мы с вами начали разбирать сегодня, нужно торговать. Это единственный вариант. Будем разбирать с вами примеры того, как анализировать торговлю на финансовых рынках на основании прошлых движений, то есть когда вы отматываете график в прошлое и листаете его постепенно, и рассматриваете возможности для входа в рынок и так далее. Но это все прошлое. Это то, что было, это очень здорово, но это прошлое. Можно, ну смотрите, можно открыть график 2008 года, как двигались рынки в 2008 году. Вы можете посмотреть самостоятельно. Открыть, там были мощнейшие движения. И сейчас, спустя такое количество времени, можно сказать, ну естественно, смотрите, вот здесь нужно было покупать, вот здесь нужно было продавать. Все очень просто. Нет, это не было просто. Это было очень сложно. И это было очень сложно. Знаете почему? Это было очень сложно потому, что среди трейдеров, которые меня лично окружали на тот момент времени, большинство трейдеров использовали такие системы торговли, которые вообще не были, что называется, заточены на такие мощные движения цены, когда рынок за один день проходит 5%. Для валютного рынка это фантастика просто. За неделю 5-7%. За год, как правило, валюта проходит 5-7% на развитых рынках. И, соответственно, когда вы смотрите на всю эту ситуацию, на истории, это то же самое, что вы торгуете на домосчете. Вы можете, вы не относитесь чаще всего к этому серьезно. А когда вы торгуете, пусть небольшими, но реальными деньгами, то вот этот процент серьезности, так скажем, восприятия ситуации повышается в десятки раз. Поэтому я рекомендую использовать небольшой капитал. Для того, чтобы торговать самый минимальный капитал, для того, чтобы торговать на рынке, используя все правила управления капиталом и рисками, это где-то 30-50 долларов на центовом счете, так называемом. У вас будет статистика, вы можете ее публиковать на сторонних источниках, но вы не сможете привлекать инвестиции через PAM счет таким образом. Если вы хотите, и если вам вот в рамках того описания, которое я дал, подходят большие суммы, вы можете использовать суммы в районе 300-500 долларов, открыть сразу же PAM счет, поскольку это обычный торговый счет, вы на нем ведете торги, как на обычном торговом счете, но у вас формируется статистика на нашем сайте. Зачем это нужно? Поясню. В будущем, когда вы сформируете статистику на нашем сайте, на сайте alpari.ru, вы автоматически получаете мощнейший маркетинговый инструмент для привлечения инвестиций. Существует огромное количество сайтов. Я об этом говорю на семинаре, посвященном, на семинаре для управляющих PAM счетами. Существует огромное количество сайтов, и люди делают большие инвестиции в создание партнерских отношений с людьми и веб-сайтами, которые привлекают инвесторов в их PAM счета. Особенно, если речь идет о каких-то маленьких компаниях, неизвестных компаниях, которые появились несколько лет назад. На нашем сайте, вы можете посмотреть посещаемость нашего сайта, вы увидите, что это миллионы посетителей ежемесячно. Соответственно, это та аудитория, которая с максимальной вероятностью может стать вашими инвесторами. То есть, если вы открываете PAM счет, вы автоматически убиваете, наверное, трех зайцев. Вы сразу же формируете статистику, и в будущем имеете возможность привлекать под эту статистику инвестиций. И вы формируете статистику у крупнейшего брокера постсоветского пространства по версии Интерфакс, по версии исследования, которые проводятся ежегодно. Ежегодно компания Альприз становится лидером данного рейтинга. Вы можете в этом убедиться. Можете в гугле, что называется, загуглить Интерфакс Форекс. Вы увидите статистику исследования. И вот создавая PAM счет, формируя статистику конкретно на нашем сайте, вы получаете возможность использовать эту статистику как мощнейший маркетинговый инструмент в будущем для привлечения инвестиций. За счет того, что компания осуществляет существенные инвестиции в развитие своего сайта и создание, так сказать, максимально прозрачного сервиса, позволяющего реализовать как цели инвесторов, так и цели трейдеров одновременно. Такой развернутый ответ получился. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Как получить запись? Вы знаете, Андрей, в настоящий момент запись я на YouTube выкладывать не смогу по определенным причинам. Я также хочу попросить вас не выкладывать ее на YouTube, но я, со стороны, могу пообещать, что я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы записи всех семинаров появились у вас в свободном доступе, в открытом доступе, в записи. Я не могу обещать это сделать конкретно в самое ближайшее время, но, тем не менее, в настоящий момент процесс уже активно обсуждается, он движется, и я уверен, что мы придем к этому. К тому, что весь пул записи будет в одном едином удобном для вас данном экспортом месте. Ну что ж, вижу ваш комментарий, Ирина. Если статистика отрицательная, нужно будет новый ПАМ-счет открывать для формирования новой статистики без учета негативного опыта. Вы знаете, Ирина, если статистика у вас какое-то время будет отрицательная, а затем она станет положительной, то, по моему мнению, для инвесторов это скорее плюс, нежели минус, по той причине, что главное, что у вас будет время работы ПАМа. Чем дольше ПАМ существует, чем дольше он торгуется, тем лучше. Если ПАМ-счет торгуется, предположим, 5 лет, естественно, что если статистика за эти 5 лет у ПАМ-управляющего положительная, недавно один из таких ПАМ-управляющих закрыл свой ПАМ-счет, переоткрыл его вновь, у него была статистика примерно за 5 лет, если не ошибаюсь, даже за 6 лет положительная статистика. Почему он переоткрыл, мне это неизвестно, это вопрос к инвестор-департаменту, но тем не менее сам факт, что этот ПАМ-счет, когда управляющий переоткрыл его, смог привлечь огромный, ну, большой объем инвестиций, по-моему, в пределах порядка 100 тысяч долларов буквально за несколько недель, за счет того, что просто этот трейдер, который до этого торговал в успешное длительное время, и статистика которого, если не ошибаюсь, у него в год получалось где-то 30%, 30-40. То есть, опять же, вот вопрос, а сколько нужно делать процентов в год, чтобы быть хорошим трейдером? Вопрос выбора, господа, опять же. Для кого-то кто-то ставит цель получать доходность выше банка, допустим, в 2-3 раза, это моя личная цель. У кого-то цель получать 100-200% в год, это абсолютно реалистичная цель, и реализацию каждой из этих целей мы подробно разберем на нашем семинаре. То есть, вопрос того, какую доходность вы хотите получать, зависит, вернее, ответ на этот вопрос, как достичь этой доходности, зависит не от того, а какой же тогда торговая система пользоваться, а зависит от того, как управлять капиталом и рисками в вашей торговой системе, и только от этого зависит. И на занятии, посвященном капиталам и рисками, мы подробно обсудим этот момент. То есть, в зависимости от ваших целей по доходности, И как следствие ваших аппетитов к риску, вы выбираете процент риска на каждую сделку и относительно этого процента риска вы рассчитываете объем позиций в каждой вашей сделке. Все. То есть каких-либо дополнительных ухищрений для того, чтобы достичь какой-то исключительной доходности, вам не нужно будет абсолютно предпринимать. То есть это вопрос, находящийся в плоскости отношения доходности, рисков и вопроса риск менеджмента и money менеджмента соответственно. Ну что ж, дамы и господа, мы с вами даже немножко превысили регламент во времени нашего общения. Ну что ж, я надеюсь, что сегодня вы узнали очень много интересного для себя. Я хочу показать вам вкратце, о чем мы будем говорить завтра. Завтра мы подробно поговорим с вами о уровнях поддержки и сопротивления, о зонах, в районе которых рынок разворачивается или же продолжает активно двигаться. Поговорим с вами о четырех базовых состояниях рынка, о так называемых ценовых паттернах, которые дают возможность определить, в каком направлении нужно торговать на рынке. Сегодня мы говорили о том, как понять, можно ли торговать на рынке. Завтра мы получим ответ на вопрос, в каком направлении торговать на рынке. Если можно торговать, если да, можно, то в каком направлении нам необходимо открывать позиции. Вижу ваш вопросик, Андрей. Я буду проводить курсы по MQL. Раньше я их проводил в исключительно в вочном формате. Сейчас я буду их проводить исключительно в онлайн формате. Такой формат. И ближайший курс по программированию торговых роботов, а это, как я уже говорил, не просто курс по программированию торговых роботов, это курс, посвященный тому, насколько вам нужны или не нужны торговые роботы, чтобы вы могли определиться с этим. Он стартует во второй половине мая. Конкретную дату пока сказать не могу, но во второй половине мая такой курс однозначно будет запущен. Ну что ж, дамы и господа, я... Еще такой последний момент. Еще один момент. Я хотел бы... Я хотел бы... Дать вам небольшое домашнее задание. Если у вас будет возможность посмотреть на... Четыре любых финансовых инструмента, вот пример тех инструментов, которые я хотел предложить вам посмотреть на дневном таймфрейме, и дать ответ на вопрос, а можно ли сейчас торговать на рынке? Если у вас будут силы, желания, возможности, я надеюсь, они у вас найдутся, посмотрите, пожалуйста, на дневном таймфрейме на четыре любых инструмента, ответьте на вопрос, можно ли сейчас торговать на рынке, и если у вас появились какие-либо сомнения, пожалуйста, отметьте данный инструмент, и в начале нашего завтрашнего занятия обязательно напишите мне в чат о том, что по данному конкретному инструменту мне непонятно, почему, что здесь делать, торговать или не торговать. Поскольку это будет самое лучшее закрепление той информации, которую мы с вами разбираем сегодня, несмотря на то, что каждый день мы с вами будем двигаться по плану, и каждый день мы будем закреплять полученные ранее знания. Ну что ж, дамы и господа, я благодарю вас за ваше внимание. Я надеюсь, вы узнали много нового и интересного. Желаю вам успешных торговых и инвестиционных решений. И до завтра. Завтра продолжим общаться о финансовых рынках. До встречи на том же самом месте, в то же самое время. Всего вам доброго, хорошего вечера и до свидания.